Все готовы, все заряжены, сегодня трек у нас банкует, беру в руку свое пойло, кстати, сейчас его покажу, сегодня у нас, если вы не забыли, еще была такая традиция, эндумер всегда показывал, делился, что он там подбухивает на стриме, вот такая вот штука, на ней немножко подробнее остановлюсь, вот это вот просто имба, просто имба, если увидите это в магазине, хватайте немедленно, берите, стоит около 50 рублей, и все, понимаете, когда вот такая штука вам попадает, в руке, вода просто больше не нужна, обычная дефолтная вода, но ума, она все, она реально все, вот это вот синежская, это реально имба, только не вот это лимон и мята, они есть разные вкусы, там что-то вишня мята, и там клубника там какая-то, вот лимон, мята, ну такой, не очень, у меня сегодня здесь малина без мяты, но я говорю, мои чуваки, вот это реально имбовая водичка, если не пробовали, обязательно попробуйте, потому что уж очень хороша, поэтому, открываю, будем с вами сейчас стартовать, заболел, бедный, но он псевдоним, бедный, 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 выздоравливай, я тебя понимаю, с начала августа, эндумер уже умудрился три раза поболеть, бесконечный насморк, периодический кашель, я с тобой, мой чувак, выздоравливает, браток. Аполлон подписался, спасибо за фоллоу Аполлон, ну что ж, поехали, значит, Плутония, так называемый The Plutony Experiment, один из двух официальных айвадов, которые составляют Final Doom, сделали его Дарио и Мило, касали под контрактом и софтвейер, и значит, он противопоставил, а он, значит, чай, он вместе с Тинти Эволюшн вышел 17 июня 96 года, все это прекрасно, значит, Мило и Дарио, два психа, которые решили там показать всему миру, это мы с вами все знаем. Первый уровень называется Конго, про Конго у нас говорится, что сделал его Мило и играет трек Импсонг из Дума, ну, я пошел немножко дальше, как я и обещал, как я и говорил, привет, Константин Амосов, пожалуйста, пройди на Твич, в общем, как я и говорил, мы не будем играть с Плутонию с треками из первого и второго Дума, мы поиграем под крутые новые блатные треки, и здесь есть два варианта, так называемый Плутония Миди Пак, реально переписанный пак с медюшками для Плутонии, и есть кавер-версии, так называемый, от Дар на этот самый Миди Пак. Недолго думая, я решил взять просто Миди Пак, не кавер-версия от Дара, почему? Потому что они там уже не Миди нифига, они там то ли МП3, то ли ОК, и звучат вообще как такой крутой рок, и, ну, не знаю, тяжело-то играть конкретно в классический Дум под такие треки, это больше для Думы 2016-го пойдет, или итерного, что-то типа этого, и я решил оставить медюхи, они очень-очень хороши. Поэтому, не важно, какой трек играет, но знаете, что-то импсонг. Этот уровень был портирован на PlayStation Doom на слоте Map25 внезапно. Окей, что еще здесь интересного? Обычно я листаю в самый низ, и все, там обычно написано Триви или что-то типа этого, поэтому, не видя здесь ничего подобного, я ничего и не ожидал. Ну что ж, поехали. Да, кстати, кстати, скажу то, что я решил в качестве Сурспорта для нашей игры в Плутонию выбрать внезапно The Eternity Engine, то есть играть мы с вами будем под Eternity Engine. Почему? Потому что так хочется. Знаете, я в последнее время очень много экспериментирую с Сурспортами, стараюсь отойти от одной лишь Гоза, от одного Джиза Дума и играть под разные вещи. В общем, я покрутил, повертел, потыкался туда-сюда, посмотрел и решил, что что-то, мне кажется, под Eternity выглядит довольно симпатично. Привет, Дмитрий Поляков, первый раз на стриме. Если лагает, если есть проблемы, заходите, пожалуйста, на Twitch. Вот кто-то до сих пор пишет с YouTube, что жаль-жаль-жаль, не знаю, знают ли эти люди о существовании Twitch'а. Dark Root, каверы супер, но согласен. Под Brutal Doom надо играть, ну естественно. Twitch'ом пользоваться не очень хочется, нету выбора, Данила, нету. Sound Font и настроил, Sound Font, Sound Font, стоит деколтный Eternity Engine, мне нравится, как он звучит. Не вижу никаких проблем. Выглядит норм? Да, выглядит неплохо. Ну что ж, поехали, за этим начинаем. Death Mask называется трек от Lipita. И это не что иного, как Плутония, 46 монстров, один секрет, сяду поудобнее и погнали. Первый уровень называется Конго, как мы уже знаем. Вот чем мне всегда нравился вот этот первый уровень Плутонии? Ты даже шага не успеваешь сделать, а по тебе уже хреначат, откуда-то пулеметчик. Прикиньте, вот это просто база всей Плутонии, просто основа. Пулеметчики. Пулеметчик это первый же враг, который начинает доставать тебе. Ты просто буквально стоишь на месте, пулеметчик по тебе уже работает. Это уже не говоря о том, что в версии для кооператива, там стоит Mastermind, ну и пулеметчика достаточно. Музон шикарный, карта шикарная. Прикольная музыка. Да, согласен, музыка реально хорошая. Конго это в Африке. Да, это страна в Африке. Молодец, Death Wish. Видишь, сегодня получаешь приз географа. Начало трека напоминает симфонию номер 2 Витаса. Примечательно также то, что в этом уровне сразу показывают то, что здесь будет чинганнеровый ад в этом Айваде. И еще к тому же, что здесь будут присутствовать так называемые казали-вачеры. Сейчас появится вот этот долбанный арч-вайл, который будет бесконечно воскрешать пулеметчик. Это, конечно, беда. Вообще, всегда казался мне... Всегда казался мне первый уровень Плутонии каким-то запутанным. Он вообще нифига не линейный. И столько здесь проходов, отворотов каких-то... О, еще и ловушка. Внезапно. Что-то спали долго слишком эти чиныны, стали меня лупить сразу же. Но в целом неплохо. Вот, когда я играл в детстве во все это, во все эти Айвады, первый, дум, второй, Плутония, ТНТ... Видели, как исчез ИП? Я подумал, что он вообще из игры исчез, а он, оказывается, упал от пулеметных выстрелов. Прикольно. Короче, Плутония мне, честно говоря, всегда нравилась меньше всего. Не знаю почему, но как-то мне всегда было в нее неприятно играть как-то болезненно. Сегодня будем пытаться как-то развеять мою вот эту к ней неприязнь. Как насчет кооператива в думе на стримах? Однажды, однажды будет. Скоро мы с вами еще поиграем в Battle Mod, я думаю, потому как, как я обещал... Начался сезон очередной в... В Eternal'е. От чего я получу урон? Кто меня дамажит? Что меня дамажило? Да что ж ты такой неубиваемый? Или я в дум уже отучился играть? Кто меня бил? Откуда я получал реально урон? Или он кого-то воскресил? Привет, Алексей, окей. Удачного прихождения, спасибо большое. Как вот эта штука спускалась? И почему я получал урон? Неужели там дамаживший сектор? Этого мы, видимо, уже не узнаем, потому что он, кажется, опускается единожды. Странно. Ну ничего же не могло меня здесь бить? Тут был только Archival. Странно. Видимо, реально платформа с дамаживающим сектором. Конго это река в Африке, окей. У меня тоже есть Eternity Engine. Знаете, Eternity Engine реально неплохой сурспорт. Вот реально. Кто бы как не смеялся над дроном, кто бы что не говорил, но Eternity Engine реально крутой, прикольный, интересный порт. Уж точно, вносящий разнообразие. По крайней мере, я в будущем, я говорил недавно во время прохождения одного из уровней вадов от подписчиков на канале, о том, что как только мы закончим проходить Heroes of Heroes of Tales, я не буду больше оголтело играть всё на свете, всё подряд по джизу-дум. Будем мы с вами теперь играть всё под разные сурспорты, по настроению и по требованию форматов. Поэтому мне нравится играть... Да, и кстати, я решил подотойти от DSD и думал, потому что немного он мне поднадоел, по разным причинам. И, знаете, вполне себе неплохо выглядит для MBF-21 Eternity Engine. Очень неплохо. Кроме того, мне ещё нравится линейка Вуф, Наггит и Черри. Где самый такой, самый... Самый развитой из них, наверное, будет Черри. Вот Черри мне тоже в последнее время доставляет. Привет, зоофакер-экс, приходи на Твич. Ящики подкинули, а Арчвайл задамажил. Да там как-то странно, я как-то там получил супер мало урона, я вообще не понял, что это было. Давайте проверим, кстати. Вот можно же проверить, чё же я забыл об этом. Мне реально кажется, что там просто не убрали дамаживающий сектор, вот тут вот. Давайте попробуем. Смогу ли я отсюда... Да, да, это реально дамаживающий сектор. Вот тут можно ставить смайлик Clueless. Почему? Почему вот этот сектор дамажит? Вы знали об этом? Я нет, я впервые в жизни своей увидел это. Прикольно приходить к Плутонию после душного уровня из Heroes of Tales. Да, это точно, Зак. Хочу поиграть в Мегаватт под первую Думу от Николаевичка. Поиграю, конечно. Вспоминал первое прохождение Плутона, как играл на телефоне на UV. Страшный ты человек. Орфь? Ой. Что-то я случайно аж из игры вышел, прошу прощения, сейчас вернёмся. Новая система оценивания будет? Какая? Система всё та же. Система всё та же. Оригинальный Дум под Дос. Доиграли же уже все эту ванильность. Три человека. TheFuckerX и DinaTWitch. Gloomess. Сами пивады теперь будут на стримы, потому что под запись надоедают? Да нет. Нет, трек Федера. Дело-то как раз в том, что... Я же прошёл все пивады на канале давным-давно, когда только создал канал. Сейчас мы всё это с вами делаем исключительно ради фан. Ради фан и ради оценивания. То есть, чтобы всё это дело оценивать. Так, Синеклюш, по-моему, позже опустится. Феррагон, добро пожаловать, спасибо за фоллоу. Вдруг Дум тоже на телефоне начинал. Дамаживший сектор это ловушка в ящиках. Эрфи, тёмное прошлое. Лол, там можно пройти. Где? У вас, случайно, не отстаёт стрим? Кажется, вот сейчас появился здесь арчвайл. Хм. А, пивады. Я что-то подумал об айвадах, да. Все пивады будут на стримах, потому что под запись надоедают. Нет. Нет. Наоборот. Если я... Я не знаю насчёт пивадов, буду ли я брать в ближайшее время вообще мегавады в целом. Не могу сказать наверняка, после Хиро Систелс определённо пойдёт достаточно длительный перерыв с этим делом. Но... Нет, навряд ли. Я, скорее всего, просто буду проходить так, как проходил косу на канале. Я, скорее всего, буду просто брать по нескольку уровней за раз. И всё. Некоторые, конечно, вады я буду проходить на стримах. Это из тех вадов, по типу... Вот у меня есть дикое желание прийти, например, Hell Revealed. Но я точно знаю, что он долгий, сложный, хардкорный и всё такое. Под запись его проходить будет душновато, будем играть на стримах. А вообще, для каждого вада будет частный порядок решения вопроса. У меня вообще есть мысль о том, чтобы на стримы брать какие-то вещи, которые позволяют нам как-то с вами больше взаимодействовать вместе, понимаете? Вот, например, как здесь, оценивать уровни или что-то типа этого. Играть вместе, например, какие-то игры. То есть, что-то, что мы с вами можем вместе делать. Поиграть под запись всегда можно успеть. А вот покоммуницировать, повзаимодействовать, это хорошо на стримах. Типа Хексен. Хексен точно будет на стримах. Сейчас я буду проходить все пивады, ага. Несколько карт за раз, да? Да, так и будет. Я могу дать вам 99% то, что больше не будет прохождения мегавадов по одному уровню. Крайне сильно в этом сомневаюсь. 2, 3, 4 уровня. Не знаю, скорее всего, я буду брать какой-нибудь тайминг, типа 40 или 50 минут, или час. И за это время проходить несколько уровней. 1 мегавада. Но по одному... Нет, друзья, увольте. 32 выпуска одного и того же. Это слишком круто. Меня всегда удивляло, почему в такой огромной комнате стоит всего лишь один ИП. Всего один. Охраняет важный рубильник и просто здесь слоняется. Это так странно. Вот, и потом я не вижу особого смысла настолько сильно замедляться. Да, я понимаю то, что фича канала это игра под запись, разумеется. Но по одному уровню это, конечно, слишком час по чайной ложке. Посмотрите, опять же, на товарища Хеллнайта, который просто глотает... Эти... Пачками. И приходить по одному уровню, это, конечно, слишком круто. Так, вот тут нас учат, что казали в Ачаре, это очень плохо. Гена-мужичок теперь фолловер. Привет, Гена. Привет-привет. Зандронум для меня единственная альтернатива Джеза Дума. Именно под Зандру я играл в Брутал. Ты писал об этом, и я, по-моему, давал тебе ответ на это в комментариях на Ютубе. Я не совсем разделяю любовь именно к Зандронуму твою, потому что Зандронум ведь базируется на Зе Думе, причем на довольно старой его версии, не на финальной даже. То есть это Зе Дум. Очевидно, что Зандроном не сможет вывести все современные ЮДМ в Ады. И раз тебе так нравится эстетика Зе Дума, уважаемый Демиторио Каиму, Каиму, почему бы тебе в таком случае не... Просто не скачать Зе Дум в финальной версии? Ты получишь то же самое, что и твой любимый Зандроном, Задорном, то бишь. Но только в финальной версии. Какая она там, 2.8.1 или что-то вроде этого? Зачем? Зачем так мучиться? Привет, Турбо Хеджхог, спасибо за фоллоу. Если карты будут длинными по 30-40 минут, наподобие Хеллбаунд. Ну это ты махнул, дорогой Эрф. В Хеллбаунде, я помню, карты практически все приходятся более чем по часу. И мне очень бы хотелось поиграть в Хеллбаунд. Очень хотелось бы его перепройти, потому что я приходил его давно там где-то в детстве. Но я не представляю. Вот если брать Хеллбаунд, это реально будет опять же по одному выпуску на уровень. В таких случаях, не знаю, может, если по 30-40 минут, может по 2 уровня на выпуск или типа того. Но опять же, мои чуваки, давайте не будем торопиться. Давайте не будем спешить, потому что я говорю, я не спешу, я не тороплюсь заявлять то, что мегавады... Мегавады не то, что будут скоро на канале, а то, что они будут, в принципе, вообще. Привет, Дрон12261. Ну, Думер, почему без Брутала играешь? Да Брутал отвалился, он не идет под Этернити Энжин. Смотри вот твой видос по спидмапам в самолете. Красавчик, Ховик, нифига себе, в самолете. Я знаю, что Дон Кахатург смотрит где-то там на вахте видосы, это тоже круто. Куда кроме Ютуба будешь ролики заливать? Я буду заливать ролики только на Ютуб, с этим ничего не меняется. Зандроном на ГОЗе базируется? Нет, по-моему, Задорном базируется на Задуме. Еще Зандры не поддерживают МБФ21. Ну, или 27, как пишет Сыворотка. Так, ладно, ребятки, напомните мне, пожалуйста, где в этом уровне тот самый один позорный секрет. Будет глупо уйти с первого уровня и его не найти, потому что я, признаться, забыл. Я реально забыл, где в первом уровне Плутоний секрет. А может быть, даже не знал. Лагает. Лагает это плохо. Сейчас попробуем что-нибудь с этим сделать. Ну что? Что, норм? Пришлось отрубить Ютуб и все такое. Очень, я надеюсь, очень надеюсь на то, что те бедные три парня, три человека, которые оставались на стриме Ютуба, все-таки поняли. Все-таки... Все-таки нашлись с тем, чтобы зайти на Твич. Ну что, поехали. Если теперь норм, то окей. Ура, спасибо вам за то, что подсказали мне один этот секрет. Даже, кстати, звук характерный был. Можно валить из первого уровня. Долго мы его проходили? Я уже говорил то, что первый уровень Плутония реально какой-то долгий. Долгий, запутанный, замороченный. Спидранеры, кстати, вообще как-то перепрыгивают аж отсюда, сразу вон туда. Руки джампом ли или просто как-то на слишком крутой скорости, не знаю. Ну что, не лагает, играем, да? Бросил на произвол судьбы. Да, жалко. Как подчинил? Вырубил Ютуб? Да, в принципе, и все. Я перезагрузил стрим. Видимо, Ютуб вообще душит, кстати. Надо было, наверное, гудбай ДПА, кстати, еще вырубить, что-то я об этом забыл. Ну ладно, пускай висит, хрен с ним. Ну что, что-то был первый уровень Конго. Ставьте ваши оценки, господа. Будем дальше с вами играть. Запустил карту Фоггелем Кефих под Зандр и увидел, что спрайты не отображаются. Ну еще бы, потому что там есть элементы МВФ-21. Все ставят единички, классика. Уровни Плутонии вообще не помню, но вот сегодня будем вспоминать. Единички, единички, единички. Пошли в чат. 1.35, 13.5. Методичку с оценками Файнал Дума достану. Я помню ее, я помню ее дрон. Не пару лет назад поменьше бы его. Смотрите-ка, неужели никто не поставит 0? А знаете, а я буду, я буду нонконформистом. Я буду нигилистом. Я, я поставлю этому уровню 0. И знаете почему? Потому что среди всех первых уровней Айвадов этот мне нравится меньше всего. Мне он реально никогда не нравился. Из-за пулеметчика в начале. Из-за аржвала, который воскрешает пулеметчика. Из-за манкубусов, которые трахают возле выхода. Из-за того, что он просто большой и нелинейный. Я ставлю ему 0. Но я ничего не могу с этим поделать. Потому что я в меньшинстве. И поэтому 1. Хорошо, идем дальше. Следующий уровень будет Well of Souls. Сейчас будем смотреть, что там про него. Музыка действительно приятная. Так, ну что. Глядим. Map 02 называется Well of Souls. То есть колодец душ. Давайте глядим, что при него. Сделал его Даррио Казали. Трек играет Dark Horse. Из Дума это все понятно. Что интересного здесь есть? Секретов нет. Так как секретов нет, категория NM100S не применяется. И... Так, вдохновление. Эта карта содержит несколько отсылок на фильмы Индиана Джонса. Даррио подтвердил, что название этой карты это отсылка на место в первом фильме. И то, что невидимый мост был вдохновлен таким же мостом в третьем фильме. Вот так вот. Теперь мы это знаем. Никогда об этом, кстати, не задумывался. Но теперь мы знаем то, что речь шла об Индиане Джонсе. Окей. Спасибо за clarification. Фига тут лорда вообще. Вообще лор жесткий. Мне вообще Плутон не нравится. Маппинг имеет структуру и все такое. В отличии от рандомного ТНТ. Хотя я его люблю. Окей. Колодец душ. 54 монстра. 0 секретов по какой-то причине. И... Поехали. Знаете, мне никогда не было... Мне всегда было, точнее, непонятно. Как можно сделать уровень, вот реально сделать карту и не добавить в нее ни одного секрета. Это для меня настолько... Настолько просто непонимаемая вещь. Может быть, это я такой, но когда я маплю, когда делаю уровень, мне хочется секреты делать буквально в каждой комнате. Причем такие, как делают Doom Boss. Такие хорошие, добрые секреты. Такие милые. Милые! Которые легко найти, которые трудно потерять, не заметить. Мне хочется делать именно... Да что ж такое? Прямахнулся на одну кнопку и все, приехали. Вот, хочется делать именно вот так. Но 0 секретов на уровне, это, конечно, нечто. Да, плохо получилось. 0 секретов в мапе про Индиану. Кстати, да, вот это еще дополнительно. Я, кстати, наверное, немножко погромче сделал музыку, потому что даже мне кажется, что она тиховата. И да, вы, если что, регулируете меня по громкости. Если я там слишком кричу или слишком тихо играет музыка. Мы же здесь собрались музыку вообще послушать. То вы обязательно говорите. Вот именно то, что в мапе про Индиану и 0 секретов, это как-то clueless. Колодец душ, не души. Вот это место душное, кстати. Потому что здесь будет сейчас много душ. Будет душ из душ. Какой-то из этих рубильников, по-моему, нажимался. Я почему-то очень хорошо помню вот эту карту именно в дезматче. Почему-то именно хорошо помню дезматч спавна на этой карте. Звуки тоже погромче надо. Окей, сейчас сделаем. Вот так накрутим. И вообще будет хорошо. Спроси у Сторка. Не знаю, может быть какие-то люди просто патологически не любят секреты. Я не люблю секреты искать, но я люблю их делать. И поэтому мне всегда грустно, когда я вижу 0 секретов на уровне. Потому что, ну, хочется же. Они дают. Тем более, если это реально какой-то исследовательский уровень такой. Секреты мне всегда нужны. Ну, да, я понимаю. Но это же так интересно. Секреты. Это же реально прикольно. Почему? Газеба не любит секреты. У Газеба есть прикольчик в том, что он кладет вот эту краску. Красную аптечку всегда в финале перед выходом. Это как бы его тейк на мини-микро-секрет. Вот это реально, кстати, место похоже на какую-то то ли гребницу, то ли какой-то кейв. То ли какой-то данжен. По которому мы бегаем, нажимаем на кнопки в виде черепов. Собираем черепа. И постоянно открываются какие-то бяки, какие-то гадости постоянно выходят. О, а вот и души. Откуда вылез шатганер? Его же только что там не было. Цветной крови нет? Нет. Вроде бы Тернти Энджи не было такого. Quality of Life feature. Но зато это есть в Наггете. В Наггете вообще много чего есть. Кстати, если вам хочется прикольный интересный порт для МБФ-21 и вам наскучил Doom Retro, попробуйте Наггет. В Наггете очень много фичей с Doom Retro есть. Души прекрасные порывы. Зачем их душить? Они же прекрасные. Secrets don't dazzle. Если делать секреты, то только умело. Ну, тут уже знаешь, тут вопрос уже в том, кто как их делает. Уме... Да почему я постоянно промахиваюсь? Так, все. Мне это надоело. Мне надоело. Я убираю... Я убираю вообще бинды с F7 и F9. Мне реально надоело выходить из игры каждый раз, потому что я вслепую тыкаю на кнопки. Сколько можно? Так, где здесь кейбиндинс? Вот. Это мы убираем. Как здесь вообще убрать? Это ужас просто. Вот так. Вот так и вот так. Прекрасно. Все. Нажимаешь на F7, выходишь. Нажимаешь на F9, на F10, тоже выходишь. Надоело. Сколько можно? Скачал нагет ради Quake Weapon Bobbing. Кстати, Weapon Bobbing там реально очень клевый. И у него очень-очень большая подстройка. Реально много способов настройки этого самого боббинга. А теперь представьте лицо Данте, который играет вообще всегда без боббинга, который всегда его отключает. Так, сюда явно с 5 хп ты не пойдешь. Так, подождите. Я понял, почему я выхожу. Стоп. Я понял. Почему? Почему квит стояла на F9 и F10? Это что, по умолчанию так вытерните Энжине? Почему? Квик лоад на F9 должен быть. Я жму F9 и выхожу из игры. Почему так-то было? А я еще думаю, что за лажа? Почему меня все время выкидывает? Нет. Никаких F7. F7 всегда был этот самый, Endgame. Вот это, кстати, тоже ловушка. Здесь сейчас будет тяжело. Я остался с 5 хп, это, конечно, огромная проблема. Вот это место мне, кстати, всегда напоминало map 27, монстр конда из второго дума. Тоже вот этим вот спуском. Какие же офигенные новые текстуры, особенно после странной поломанной графики из Evolution. Странная поломанная графика. Но я, честно говоря, трек не слишком помню, когда там именно были ситуации странной поломанной графики. Было бы здорово, если бы ты привел примеры, потому что вроде как в TNT все норм было относительно с этим. Не знаю, что именно. Тебе не понравилось там. Но, конечно, новые вот эти все вещи в Плутоне, это круто. Да сколько там этих, этих членов? Я думал, барон их всех уже убил. У ТПТ в текстурах перехреначена палитра. Какое глупое место для смерти. Барон, давай убивай. Во, барон, работай. Любопытно то, что в Eternity Engine сохранилось вот это поведение. Что когда монстр кого-то убивает, он кричит снова. Как будто заново просыпается. И достаточно непривычный худ. Он довольно минималистичный здесь в Eternity Engine. Но очень непривычный. Справа киллкаунтер. Слева и хп, и броня, и оружие, и патроны, и все на свете. К этому привыкнуть тяжеловато. Музыку непривычно слушать. Ну, конечно, но с другой стороны, слушать дефолтные треки из первого и второго дума немножко обрыгло. О, господи. Меня сдавило прессом до вилка. Я вообще о нем забыл. Признаться, я тоже Плутонию плоховато помню. Потому как из Айвадов она всегда была наименее любимой у меня. Я прекрасно помню уровни TNT, например. Но уровни Плутонии как-то от меня далеки. Я играю с Мидипаком. Да, я играю с Плутонией и Мидипаком. А как иначе-то, дрон? Это же не дефолтные Плутонии в E-треке. Почему вы тернете 9 слотов под оружие? Ну, я думаю, то, что здесь считается Шотган и... И двустолка за 2 разных слота. Я думаю, так. Либо он считает бензопилу и кастет за 2 раз. Давайте нажмем на 9. Кстати, нажимаю на 9 и ничего не происходит. А, на 9 двустволка, прикиньте. И на 3 что ли тоже? Не знаю, но в общем где-то разгадка в этом. 8 ССГ, 9 бензопила или наоборот. Египетские текстуры в Эрвеглазно-желтые. Явно не должны были быть такими. Во-вторых, на текстурах Дрейка Брайана, никто еще помянут, есть лишний ярко-зеленый пиксель. Двери на Администрейшн-центре. Ну, это да, это косячина. Не знал об этом, кстати, спасибо, что рассказал трек. Реально не знал. Это какой мастер уровень утерного? Привет, Инфернал Скай. Это будет мастер уровень... Мастер уровень Well of Souls. Новый. Так, ладно, где-то... Опаньки, что это у нас тут? А, секретов же нет. Вот нет секретов, а? В ваниле тоже было 9 слотов, или я путаю? Нет, нет, не было. Это в PSX Doom'е там какой-то прикол был с слотами оружия? В обычном ванильном Doom'е нет. Просто всегда было любопытно, лично мне, почему вот в отчёте слотов оружия никогда не было единицы. Всегда начиналось с двойки. Вот это меня тоже всегда удивляло. О, я взял аптечку, это очень хорошо. Well of Souls. Хорошие души. Хе-хе-хе. У меня был в детстве знакомый паренёк. Не русский, у него было имя Манвел. И он всем говорил, что его имя переводится как Человек Хороший. Хе-хе-хе. Хотя он был вроде армянин вообще, или что-то типа этого. Мёртвый душ. Так, у меня есть жёлтый, у меня жёлтый. Туда не ходил, пока не хочу. Единица кулак, который всегда с тобой. А, окей, это возможность вернуться обратно. Не быть его не может, поэтому и отображать нет смысла. Да это понятно. Нет, я понимаю логику этого. Я понимаю, но я не понимаю, почему отсчёт начинается с двойки. То есть можно было кулак вообще не учитывать, никакую нумерацию мне давать, хотя формально он нумерован на единицу, правильно? Но это всё равно не отображается. Плюс, бензопила, ведь она тоже на единицу, а на интерфейсе не отображается никак. То есть фактически ты не знаешь, есть у тебя бензопила или нет. Потому что единицы на интерфейсе нету. На худи нет единицы. Всё, приехали. Так, красный. Человек-колодец. Нет, человек хороший. Кулака может не быть, когда у тебя есть бензопила. Это в каком-то сурспорте, по-моему, такое было. Да? По-моему, в каком-то сурспорте было такое, что когда у тебя есть пила, ты не можешь достать кулак, если у тебя нет на нём берсерка. Чё-то я припоминаю такое. И это, конечно, жёстко. Вот это реально жёстко. Да ё-моё! Ну тут так же, как и в DSD Doom. Нажимаешь пробел, начинаешь всю игру сначала. Приснилось недавно, что Doom Power переименовали в Drone's Palace. Надпись была выполнена в стиле заставки Субботний вечер с Андреем Малаховым, только с синими огнями. Прикольно. Вообще, Doom Power любопытное, забавное место. Кого там только нет. Знаете, вот я часто говорю, мне смешат там какие-то темы на Doom World. Совсем типа глупые какие-нибудь вопросы, или что-то типа этого, которые уже давным-давно набили оскомину. По типу, какое любимое оружие в Dund? Так на Doom Power тоже это дело процветает. Там есть свои определённые личности. Например, парень, который зарегистрировался, и тут же создал тему о том, что он готов к оскорблениям и вопросам. Почему к оскорблениям? С чего человек, заходя на новый форум, подумал, что его сразу начнут оскорблять? Или он застрял где-то в 2010-х, где как раз-таки на Doom Power и прочих подобных местах этим только и занимались? Почему Ревинант перестал бить самонаводящими? Плохое место какое, надо рашить. Так вот, прикиньте, заходишь такой-то, короче, на сервер и говоришь, «Здорово всем, я готов к оскорблениям». Потом там есть какой-то чувак, у которого, видимо, фетиш на то, чтобы собирать вопросы для интервью, и при этом никогда не брать интервью и никогда их не записывать. Какие-то интервью с Ромеро, с Питерсоном, с Кармаком, с кем только он там, для кого он вопросы не собирает, да только дальше вопросов это все и не уходит. И каждая новая тема у него это «Задавайте ваши вопросы!» Я их передам Джону там Ромеро, который, наверное, об этом и сам даже не знает. Короче, много парней, у которых какие-то вот такие интересные фетиши на такие интересные вещи. Не говоря уже о легендах форума, о которых и сами все знают. В ком стреляй? Ой. Что, я упусти? О, нет. О, хорошо, кака? Так, стреляй в ком, говорили они. Пострелял. Кончились патроны. А, так, а, окей. Я пострелял в ком, чтобы открылись вот эти вот... Ну, появились деревянные штучки, которые показывают, где здесь мост, но я и без них справился. Момент с невидимым мостом такой тупой, если честно. Я предполагаю, что фича там была как раз-таки в том, чтобы показать... Чтобы показать... Возможность сделать этот невидимый мост. Хотя два этих лошарика, два братца так и не смогли сделать так, чтобы под ним можно было ходить. Фу. Лохи. Ну, в любом случае. Короче, если это отсылка на Диану Джонса... Я... Вот, вот, просто, знаете, вот я пытаюсь понять. Я пытаюсь осмыслить. Что было первее? Курица или яйцо, как говорится? Что появилось первее? Задумка в том, чтобы сделать этот уровень похожим на Индиану Джонса? Или ребята просто нашли в редакторе возможность сделать невидимый мост, и из этого родилась идея уровня об Индиане Джонсе? Что из этого? Что из этого родилось раньше? Будут лады от подписчика под газодом? Это будут, конечно. Будут. Спросите меня, задаю оскорбление. Дарио или Мило? Вот этот уровень сделал Дарио. Прошлый сделал Мило. Логично, что сначала невидимый мост. Не знаю, не знаю, кривиткозавр, не знаю. Окей, ставьте ваши оценочки, господа. Как вам колодец душ? Как вам Индиана Джонс? Как вам мост? Как вам Мило? Техника вообще уникальная. Хезе, как им в голову пришло. Да, сидели, ковырялись в редакторе, что-то пытались, делали, и вот получилось. Но ноль за невидимый мост. Жду в ад от подписчиков под Этернелл, Индумен не выпускает. Эй! Вообще, у меня есть идея насчет Этернелла. Кстати, скоро посмотреть классический первый и мап 0.1 из второго Дума и Е1М1 из первого. Думаю, глянем. А в ад от подписчиков никто, кроме Думводса, не делает. Карта Хрень говорит Эрфь. У меня в методичке 0.2 хорошая. А 0.1. Я пропустил момент. Понравилась ли тебе первая карта, Дрон? В Думе у меня 1 хп. Ща посидим, поиграем. Ну, опять же, люди ставят единички в основном. Я, опять же, выскажу свой эфи. Мне эта карта тоже не нравится. Я бы тоже ей поставил 0, но я утопаю в большинстве. Поэтому получают единицу тоже. Эрфь вообще не шарит. Первая отлично. Прекрасива должна быть нормальной. Это коммерческий релиз. Фокусники хреновы. Окей, мы идем на третью карту, которая будет называться Ацтек. Сейчас я ставлю вашу оценочку. И будем читать, что у нас там будет в следующем. Итак, и так, и так, и так. У нас будет третий уровень, который называется Ацтек. И третья карта Плутония. Сделаю ее мило. Кажется, что они чередовались. Мило, Даррио, Даррио. Мило использует трек On The Hunt. Этот уровень был на PSX Doom на Map 26. Хорошо. Какие есть интересные штучки? Интересных штучек нет. Все, кино не будет. Поэтому будем просто играть в Ацтек. Музыка прикольная, танцуют все. За трек сразу 10 из 10. Ну, Ацтек, 52 монстра. Один секрет. Поехали. Сразу дали мне коробку ракет. Внезапно, интересно, сколько. Упс. Ох, какая ядреная, а. Перводумовская вот эта ловушка. Если упал, то все. Я вообще без понятия, как оценивать не слотерные карты. Да просто, просто. Нравится, не нравится. И все. Привет, зоофакерекс. Вытряхнул пыль со своего аккаунта Твича. И начал смотреть. Молодец. Здорово, что пришел. Потому что я видел, как ты писал на Ютубе. Пытался понять, почему так мало народу. Где все. И очень хорошо, что ты пришел сюда. Думается мне, что теперь будем работать таким образом. Вообще, очень здорово. На самом деле, ребятки. Вдумайтесь, только два месяца без стримов. Как приятно снова сидеть. И вместе с вами играть. Да еще и в такую интересную вещь. Оцениваю вместе уровни. Прямо чистый, неподдельный, офигенный кайф. Мои чуваки. Реально приятны. Я очень рад вас всех здесь видеть. Я рад, что вы не позабыли старину Эндимаря. И вместе мы с вами играем. Прикольно, что дается только Рокет. Я впервые в жизни своей сейчас играю этот уровень с Пистол Стартом. И теперь непонятно, в чем идея. Чтобы было трудно, тяжело. Что с Ютубом? Ну, все. Не получается под него застримить даже с Goodbye DPI. О, можно спрятаться за салфеточкой. Нет, нельзя. Факел у нас это обстакал. Это не стенка, не сектор никакой. Поэтому спрятаться за ним от огня Аршивала не выйдет. Но чего я хотел с другой стороны? От огня спрятаться за огнем? А будет ли еще оружие, кроме Рокета? Так вот, Goodbye DPI не помогает с тем, чтобы стримить на Ютубе и с тем, чтобы загружать на него видеоролики. Все очень плохо и плачевно там. Смотреть можно, но, опять же, я не настолько в этом нуждаюсь, потому что, в отличие от вас, не так уж и много смотрю Ютуба. Роллсбекер превратился в тыкву. Ого. Как приятно было два месяца не стримить. Нет, приятного было мало. Очень мало приятного было, потому что... Потому что, знаете, друзья мои, моя жизнь не настолько богата красками, не настолько... Не настолько богата на хорошие, офигительные события. И я часто ловлю себя на мысли о том, что... Если бы в моей жизни не было эндумера, не было канала и стримов, я... Был бы вообще другим человеком и... И было бы... Было бы грустнее. Было бы хуже. Поэтому, реально, ребята, я очень сильно рад вас всех видеть. И это очень прекрасно, что мы по-прежнему с вами собираемся и... Играем вместе. Потому что в даже самые темные, какие-то неприятные времена... Мысль о том, что существует канал и существует и все вы... Сильно греет мою душу. Так-то вот. Эндумер теперь твитч-стример, как HellNight1226.1. Я обновлял? Да, я обновил. Не помогло. Поэтому... И вообще у меня такое достаточно... Достаточно серьезное отношение к каналу в том плане, то что... Вот вы думаете, там не выходят видосы, там нету стримов. И как бы, и окей, эндумер отдыхает, эндумер кайфует такой, сидит, все хорошо, все круто. Нет, 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 не прошло бы и дня, наверное, чтобы эндумер не парился о том, что нету видосиков, нету стримов, ничего нету. И грустно. От этого грустно. Ютуб в тыкву превратился, а не Рольцбекер. Ох, как много патронов у меня, кстати, на шобе. К глазному теперь ходить не надо. Он не превратился, его блочат. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше, поживем, увидим. Я не против того, чтобы стримить на Твиче. Окей, для меня было самое главное, это чтобы... Чтобы вы все скоординировались и быстренько поняли, что Ютуб пока что не вариант. Поэтому за стримами мы теперь с вами будем сидеть здесь. И главное, чтобы... Я помню точно, что у Твича была такая функция, сохранять стримы на Ютуб. То есть, сразу переливать их туда. Если это так, если там все четко, классно работает, то окей. Я рад, я доволен. В остальном, единственная неприятная вещь заключается в том, что загружаются видосы на Ютуб довольно долго, по 3-4 часа. И мне реально нужно ставить, оставлять комп на ночь. И это немного вносит коррективы, доставляет некоторые неудобства в привычный порядок ведения канала. Но спрямимся и с этим. Изменится все, все вернется, ребятки. Вот увидите. Тебе нужен VPN хороший. На самом деле, Думвотс, я пробовал несколько разных VPN-ов. И особо... Особо не было в них проку. Не было. Притом, у меня еще такой странный, интересный провайдер, который иногда дает возможность... Дает мне запускать Ютуб. И Ютуб работает совершенно как обычно. И при этом без всяких VPN-ов и гудбай ДПи-ов. Но это быстро проходит. Короче, не знаю, странная довольно ситуация. Но VPN, VPN-у рознь, я понимаю. Я пробовал разные. Разные VPN-ы пробовал. И ни на одном не остановился. Такая смешнявая музычка для такой серьезной карты. О, нет, только не ArchVile. Ужасное место. Могу подсказать, как сделать хороший. Там 500 рублей сервер стоит в месяц. Ого. Ну, вообще, конечно, я буду благодарен, буду рад, Думвотс, если... Если что-то подскажешь, если что-то продвинется в этом. Ты играл в мою вторую карту, она в Дискорде? Играл навряд ли, но видел так точно. У меня в этом треке трещет, как Аробит. Почему мне до сих пор не дует ССГ? Какой-то без ССГшный уровень. Также, знаете, что любопытно? То, что только что был уровень про Индиана Джонс. И следующий же уровень называется буквально Ацтек. Что-то мне подсказывает, что Дарио и Мило буквально уселись на тему вот этих Индиана Джонсов. И теперь нас ждет половина Айвадена про Индиана Джонса, про Латинскую Америку и все вот это. Так, тихо, 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 тихо. Я понял, рано. Что-то где-то же еще здесь, блю? Вообще странноват уровень, на самом деле. Ацтек, окей. Про Ацтеков. Но почему я здесь постоянно блуждаю по каким-то коридорам? Это афича Ацтеков или что? Процветите меня. О, нет. Пожалуйста, я не шарю за лор Ацтеков. Пожалуйста, процветите меня. Плохой бой, кстати. Привет, сэр Никоус де Фьюджет. Как у вас в Вьетнам? Добро пожаловать в Москву. Латинская мурика. Ну, слушайте, ну тоже мурика. Под вид мурики. Почему бы и нет? Аппаратуре несколько лет назад. А, это все. Старые песни о главном у вас идут. Ну, не работает и все. Не работает и не работает. Заработает единожды, однажды. Ага, хитрый Арчвау. Я оказался еще хитрее. Хм, интересно. Арчвау сдох от трех ракет в этот раз. Смотрите-ка, барона поставили засранцы. Даже не Холл Найта. Ух, как больно мне. Какой ты избалованный. Сразу с ХГ бросишь. Конечно, я впервые в жизни своей сейчас играю в Плутонию с пистолстартом каждого уровня. Я никогда так не играл. Плутонию, прикиньте. Которая сама по себе очень сложная, типа. Вот почему Плутониевская карта Шидоумена называлась Мезоамерика. Это, я так понимаю, ты, уважаемый Трек Федоров, вспомнил в ад, который назывался Давил. Там, помню, был уровень Мезоамерика, по-моему, самый первый. Но я не знал, что его сделал Шидоумен. Да, да, знаменитая песня Rolling Stones «Добро пожаловать в Москву». Да, кстати, хорошая песня. Ее исполняет Мик Джаггер, наподобие которого сделали герои для Доты. О, вот это да! Вот это, вот это, вот это прикольно! Не дают, да, по-прежнему ССГ, дают только новых монстров все больше и больше. Хорошо, хоть есть куда отступать в этой латинской Мурике такие коридоры. Да, придавил. Смешно. Давил. Смешно читать просто название Давил. Знаете, такое чувство, как будто это имя. Имя такое, знаете, есть. Давил. О, нет. Я недавно всю, сейвли всю Плутонию засканил, завемаксил. На самом деле, не настолько сложно, как о нем привыкли говорить, не считая пары карт. Знаешь, повидав все прочие хардкорные слотерные вады, трудно говорить о том, что Плутония или ТНТ какие-то оверсложные. В сравнении с другими айвадами, разумеется, но опять же, поиграйте в Хелри Вилд, например, и станет абсолютно очевидно, что Плутония это детский лепет. Я не давил хомяка, я ему нежно жмякал. Ну вот молодец, из-за этого ты поднялся. Поднял бабла на том, что давил хомяка. Я придумал новый хит для АК-47. Потратил бабки. Бесят эти Манкубаи, кстати. На самом деле, владелец Рутуба прибежал к папочке и пожаловался, что на Рутуб никто не заходит, дебильный Ютуб всех собирают и папа решил проблему. Рутуб это вообще прикольный сайт, вообще прикольный, кстати. Вот насколько широка была какая-то агитация, реклама, а кто убил этого Манкубуса, я даже не заметил. Насколько придвигался этот Рутуб, насколько всех туда зазывали и насколько же огромный, офигительный, тупорылый, помойкой он является. Это даже странно и это вообще не смешно. Что только с этим Рутубом не творилось, его там что-то взламывали, сливали данные всех юзеров. Кроме того, как вы сами прекрасно знаете этот Рутуб, что и ворует видосы, выкладывает видосы с Ютуба на какие-то левые каналы на Рутубе. Теперь обещает платить блогерам за встроенную, за встраивание их видосов на сайты. Какая-то странная там реклама, в общем, Юрутуб это нереально мутное место, которое нереально жестко пиарится во всяких пабликах, в Телеграме в том числе, с огромным охватом аудитории, а по факту это такая какашка, это по факту настолько неочемная платформа, что я даже не могу представить, кто покупается на эту рекламу. Рутуб, прикиньте, а? Он в былые-то времена, а не то, чтобы был хорош, хотя однажды там даже Мэдисон светился. Но сейчас, не знаю, выбирая между нерабочим Ютубом и Рутубом, я, наверное, выберу ничего вообще, неработающий Ютуб. привет, я давил, я ушат. Реклама, интеграция, рекламная интеграция пошла, ну, если можно так сказать. Плохая реклама, это тоже реклама, верно, на самом деле, я подрубил постер о нью, как вышеупомянутый Мэдисон, и зазываю всех идти на Рутуб, но нет, конечно, конечно, нет. Индумер всегда честен, открыт и откровенен, никогда я своих подписчиков таким говном кормить не буду, я гарантирую это, поэтому, если я говорю, что это фуфло, это значит, что это фуфло, и неважно, заплатили за эту рекламу мне или нет. Поэтому такого точно не будет. Мэдисон поднялся на Рутубе, но Рутуб тогда был совсем другим, согласен, согласен. Тот Рутуб, который был тогда, это абсолютно не чита тому, что есть сейчас, в какую помойку он превратился, и что с ним стало, даже говорить не хочется. Дернул за рычаг, и Манкубус упал в канаву. Там монетизацию ввели, да. такое милое слово, какашка. Ручше, 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 лучше, буду ролики с Тарента качать, чем на Рутубе смотреть, да правильно. Можно поставить этот, как его, сейф фромет помощник, или как он там называется, который качает с Ютуба. Да ладно, на самом деле, вариантов-то масса. Даже вон в Телеграме есть боты, которые позволяют качать видосы с Ютуба. Показывал Дом Кахатург. Ну, на самом деле, да, Рутуб это прям кончено, последнее место. Куплинов на Дзене сидит. Я не сомневаюсь. Куплинов, наверное, везде сидит, и на Рутубе, и на Дзене, и ВКонтакте, и везде, где только можно. Знаете ли только об этом сам Куплинов? Дзен, насколько я знаю, тоже скатился, а скатинился? Что-то там раньше было все хорошо, а потом все стало очень плохо. Я гарантирую, это Номат. Ага, Лурка, 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 в общем, любители Лурки здесь. Еще один невидимый мост, я же говорю. Мне кажется, то, что реально у парней, у ребят Милу и Дарио, или Дилдо и Марио, как мы их знаем, под псевдонимами, реально, как будто они между собой затеяли челлендж. Кто сделает лучше карту по Индиану Джонсу? И вот вам, пожалуйста, Мап 02, Мап 03. Выбираю между сломанным Ютубом и Рутубом, я выберу порно-сайт. Дернул за канат, Манкубус накакал в штаны. Индумер 0,1 50 эпизод, эпизод с Ютэ Рип байдрон 12,26,1 скачает торрентом. Ужас какой, неужели до этого реально когда-то дойдет? А че я рубильник-то не жму? Пацаны, встаньте на раздачу, хочу мод-обзор посмотреть. Свежайшие мемы про попочка и надой софт сборка 24-го года. Не, это уже не в мете, это уже устарело. Это старо, это мертво. Третья карта литерали интереснее, чем первая и вторая. Стало быть, Даррио оказался чуть-чуть искуснее в этом вопросе. О, вот это вот я пришел. Нежданно, негаданно. Так, что меня зажали пауки со всех сторон. Аликспозитив пропал с Ютуба, честно, не помню, кто такой. Не помню, кто такой Аликспозитив. Я помню, был игровой канал Бутера. Помните, может, такого? На старте канала Индумера все время люди говорили, что это и есть Бутер. Бутер. И Бутер реально много смотрел Индумера, постоянно комментирую, куда пропал парень, что с ним сталось. Неплохой, в общем-то, был у него канал, подписчиков там было тысячи полторы, наверное. Куда делся, неизвестно. Все еще, кстати, не могу привыкнуть немножко к мувменту местному. Он бы когда-нибудь телефрагнуть бы этого Арахнотрона, так ведь не дается. Попопоподнял шаган, стали другими дела. Стали считаться со мной, теперь я... The only thing what they fear. Испочинели продавать USB записям. Не, ну это уже литерали 1984. 1984. Реально кажется, что это уровень без SSG, прикиньте. Я нашел единственный секрет в этом уровне, у меня все еще нет SSG. Я его уже почти прошел. Это реально уровень без двустволки. Дарья, злой парень. Будем через ИК-порт видосы скидывать 144p. Ну надо же. Захотелось бутер, теперь дэйм. Дэйм. Спор между фанатами TNT и фанатами Плутона не существует. О, нет! Что-то куда-нибудь прибеги, везде бегут. Реально, для такой напряженной карты такая музыка расслабленная. Это странно. Так вот, спор между фанатами TNT и фанатами Плутона не существует. Только братья оказали все так же, как и в Вивилюшине. Использовали технические трюки типа тех же невидимых мостов яблока от яблони. Так, нету патронов Литер или 12-26-1? У меня тоже мелькнула эта мысль, когда я говорил об этом. О, нет! Так, а к тем Архнатроном видимо попасть нельзя, они там стоят для галочки. Плохо с этим Авто Аимом, на который я так много сетовал в сегодняшнем утреннем выпуске, если еще не смотрели. Именно Рокет как на зло нету патронов, В 1984 эндумер всегда стримил на Рутубе. Ребята, скиньте, думай, откуда там пулеметчик? Откуда? Что? В смысле? Как? Где? Откуда он тут взялся? Не понял, я... А... А как? Я же убивал их и уже сохранился после этого. Как они встали заново? Как? Странно. Фрилук сила Автоим могилы. Алиэкспозитив с Куплиновым играл в хоррор-карты в гадис-моде и еще какие-то пчелы были. Они мне запомнились. Не знаю, я не то чтобы знаю лор Куплинова сильно, помню, там был какой-то Дангар. Выдрестался, да не то слово, я же убивал их, вы же видели. Бэкпэк держу, забери мне. Разве ССГ не валяется у выхода? Не знаю пока что, но если валяется, то это будет троллинг. Вот это, кстати, вот это место, вот этот зал один из один из примеров, когда арахнотроны реально гадко и хорошо поставлены. Вот про арахнотронов даже язык не поворачивается сказать, что они поставлены гадко, что они поставлены плохо. Потому что арахнотроны настолько слабые монстры, которых настолько тяжело поставить хорошо, что они просто не могут быть поставлены гадко, они поставлены в суперпозицию, в которой они наконец-то хоть как-то играют. Так, крепкий попался. А, это последний моб, кстати. Окей. Все. Мод с чужими под Гаррис мод очень хорош, перепроходил раз 10. Интересно, я, признаться, никогда не играл в Гаррис мод. Знаю косвенно, что это такое. Но фактически не знаю, о чем вы говорите. Калопы в мапе Гарриса очень угарные были. С автоимом спорный момент. С одной стороны нечестно, с другой стороны уровни делали с расчетом на него. Это хорошо, если уровни делали с расчетом на него, а если нет? Если кто-то делает свои уровни и тестирует их под джизодум с авто... с маус луком, точнее, то быть беде. Привет, Нукет. Всем привет, я новенький. Можете оскорблять, задавать вопросы. Дюк Нюкет. Еее. Музыка реально слабо подходит этому уровню. Интересно вообще, по какому принципу писались медюхи для Плутонии и Мидипака? То есть, как? Люди просто так чувствовали? Или какая была в этом идея? Или они просто писали медюхи и их раскидали по уровням? Интересно. Так, тихо. Обычно такое пишут в Ридме. Да, только кто его читает? Ха. ССГ нет на уровне, раз везде мобок загасил. Да, ССГ реально нет на уровне. Странно, что об этом не написали на Думвике. Хотя, может быть, и не надо, но на этом уровне реально нет двустволки. Реально. Тут с фрилуком играть просто. В 90-х точно не могли делать с расчетом на автоаим до 100%. Хотя, смотря в каких 90-х. Задум-то вышел в 98-м. Композиторы забивали себе слоты и писали под них треки на свое усмотрение. Это похоже на современный маппинг для современных проектов типа Doom 2 и Name Only или что-то типа этого, да? Напиши музыку по названию и вайбу карты. Не знаю, но для этой музыки странно, музыка мало подходит. Ладно, ставьте ваши чуваки оценки. Оценки чуваки. Кто-то вообще свой старый присылал. Blood Run точно специально для уровня Speed писался. На Doom Wiki пишут, какое оружие на уровне есть, человек под мобами. Да не, мне впадло это чекать, на самом деле я читаю только секцию тривия и самое начало. Ради интересных каких-то вещей. На оружие в принципе плевать. В TNT Meet the Way It Did были правила плюс-минус, в Плутоне ничего такого не было. Оскорбление можно писать? Ну так новенькие же, конечно можно. Если кто-то новенький появляется, можно писать оскорбление. Опять ставят единички? Если оскорбишь дрона, бан в real life. Единички, единички, ставите единички? Хороший, последняя арена чуть-чуть душновата. Сегодня наоборот сказал бы, что с арахнотронами душновато, но нормас. Ладно, я вижу то, что ставите единички, я в очередной раз поставлю ноль, который мне тоже не нравится, я опять буду в меньшинстве, ну держись, маленький эрф, я с тобой. Ну ладно, ставим единицу, идем дальше. Следующий уровень будет называться Кейджет, видимо это будет уровень про Джонни Кейджет. И... Ставлю, ставлю единичку. Идем дальше. Все же один, но мог 0,75. Так, окей, четвертый уровень называется Кейджет, то есть в клетке, пойман в клетку. Сделал его Дарио, все, перестали они обмениваться картами, поумило Дарио, Дарио два уровня подряд получается сделал. И музыка Китченейс, ясно. Значит, лаяут этой мапы очень похож на мап 26 Abandoned Minds из Второго Дума. И это заметно по... Это заметно, также это заметно потому, что это единственный уровень из Плутонии, в котором для выхода используется рубильник вместо черной, черного телепорта. Понятно. Но начинаем мы как раз таки на черном телепорте. Но вместо выхода рубильник. Интересно, я об этом не знал, потому что, наверное, не задумывался. Что еще здесь есть? Все, ничего больше нет, никакой тривии, но, по крайней мере, тривию написали сюда. Смотрите-ка, какая интересная фичка. Узнаваемая вот эта фишка Плутонии с этими телепортами входа и выхода. Вот с этими, вот. И единственный уровень, который не имеет на выходе. Прикольно. Джорджо Референс, музыка Китченейс, трек 10 из 10, басуха, как у Санцеликова, басуха в деле, родные. Кейдж, 64 монстра, 4 секрета, куда пойдем? Налево, прямо, направо, взад. А что, если нажать на рубильник? О, теперь можно ходить. Ну, пошли направо. Смотрите-ка, не ошибся, это как в уровне украса, помните? Где ты выбираешь себе оружие. Интересно, если пойти в другое место, что будет другое оружие? Неужели кто-то придумал это до краса? Нет, тоже Супершога. Неужели везде лежит Супершога? Предполагаю, что люди будут в кооперативе играть, и каждый будет ходить в разную сторону? Да, везде Супершога, окей. Посмотрим. Никогда, кстати, не любил подобные лейауты уровней. Мне Бенден Майнстон никогда не нравился из-за второго Дума. Слишком, стрелочка висит, смотрите-ка, слишком как-то здесь, слишком свободно. Слишком как-то здорово здесь. Можешь пойти куда угодно, и в то же время не понимаешь, куда тебе вообще идти. Пацаны, берегите себя, не ходите взад. Это верно. Я забросил платину из-за уровня Дума 2 на середине. Да ладно, Дума 2 хороший, айват. Мы это выяснили на прошлых стримах подобных, подобного рода. Зашел в гетто. Вот, кстати, что-то подобное тоже очень часто пытаются авторы воспроизвести в своих уровнях. По-моему, как раз вот сегодня мы в чате Индум комьюнити в Телеграме, кстати, если до сих пор не подписаны, заходите, подписывайтесь. Что-то подобное было в уровне у Бреда Спенсера для Alien Vendetta Black Label. Тоже что-то вот подобное неприятное, вот такое вот говнистое что-то было. Да много где на самом деле. И в TNT тоже что-то подобное было. Много где встречается. Но этот уровень прямо сильно пародирует конкретно Abandoned Mines. даже удивительно на самом деле это четвертая мапа, четвертая. Но выглядит так, как будто братцы уже устали, не знали чего намапить и начали уже делать трибьюты на оригинальном уровне думов. Особенно мапа 11 лучше. На мапа 11 безусловно лучше. Интересно появится ли Umbra Keeper к тому моменту. Неплохо, кстати, ревенанты скинулись. Я не помню такого дальше. Да емае. Не помню такого даже. Ну конечно, а чем запоминается этот уровень особенно-то? Вон, кстати, да отвали. Реально не обманули. Exit Switch, а не Teleport Pad. Насколько я помню количество карт в Плутоне как в Феврале? Да нет. Почему? 32 мапы, это шайват. Так, ладно, пора валить отсюда. Ну тоже достаточно суровая мапа так-то. Опа. И кто-то постоянно тебя бьет. Кто-то постоянно... Оп, поймал. Да нифига себе как лупят, а? Вот из-за этого я не люблю такие лейауты открытые. Здесь эти ревенанты что хотят просто творят? Вообще нет на них управы. И при этом четыре секрета еще на уровне. Нифига себе сколько ревенантов, а? Мне кажется, они в целом не знали, что мапит, так как им сказали сделать мегаватт за несколько месяцев. По-моему, они справились даже быстрее, чем за несколько месяцев. Хватает тут обскурных приколов. Вот, кстати, этому уровню музыка довольно хорошо подходит, в отличие от предыдущего. Беспредел. Кстати, классный фильм. Ты откуда вылез? Откуда? Откуда тут прут эти пейнт-элементы? Твич хорош. Дай стрим посмотреть без тормозов. Да не должно быть. Вроде зафиксил. У вас нет чести, нет пива. Так, желтый у меня есть. Откуда? Откуда по мне бьют? Ага, окей. Эндумр! А что за порт? Это тот самый Чередун? Нет, уважаемый Джордж Нэш, это The Eternity Engine 4.03.0.0. Не знаю, мне просто показалось симпатичным, мне реально показалось симпатичным. Я сидел, лениво перебирал порты, думал, думал, подо что поиграть плутонию и решил остановиться на Eternity Engine, потому что показалось мне симпатичным решением. Черный дум. А почему бы и нет? Или здесь кто-то против в Eternity Engine. Так, дрон. Пора преподать урок. Половину стрима пропустил уже, почему? Неужели снова лагает? со всех сторон по мне добыт, а я никого толком бить не могу? Мне нравятся такие маленькие прозрачные худики за место этих неуклюжих дефолт-худов на полтора экрана. маленькие неуклюжие худики для фимбойчиков. Мы против черного дума, выстраивайтесь в очередь, бан от дрона идет. Привет, Сторг Грин! Где бы еще не появился Сторг Грин, как на Плутонии. Как же за долба мне это чейнг? Ой, точнее шатганер. Хм, интересно, что здесь текстура экситовой двери, но эксита за ней нет. Опять обман. Сторг Грин. Походу, сразу подумал, что и тернити. Но точно не помню, как там оно выгляделось. Подумывалось, что это точно не тернити ноль-ноль. Не ноль-ноль, а четырнадцать ноль-три ноль-ноль. Сейчас баны на секунду будем раздавать. Знаете, мне теперь кажется, что этот уровень прям полностью пародирует тот самый двадцать шестой уровень Эмбендант Майнс. Буквально калька. Не знаю, теряюсь я в таких уровнях, никогда они мне не нравились особо. Это что еще за хитрость? Почему? Почему не дает допрыгать до плазмы? Индумер сказал, фимбойчик, Сторг тут как тут. Интересно, а можно ли вообще допрыгать до плазмы? Мне кажется, можно. Получилось супер-хорошо, экстра-хорошо, если хотите. Биполярка у Сторг, бедный Сторг. А что это там с бедным пулеметчиком? Пулеметчик, с тобой что? Пулеметчик просто зашагал на месте, интересно, почему. В таких уровнях обычно надо бегать еще снизу, быть постоянно внизу, что-то там еще искать, но мне постоянно не хочется, потому что там же кислота, там больно. Рей трейсинг. Мне нравятся худы стили ванильных, вот такие что ли? Но с улучшениями типа прозрачности или уменьшения размещения элементов по краям экрана. Даже не знаю, было бы здорово, если бы эти худы просто адаптировали. Был бы вот такой худ, но в два раза меньше по объему занимаемого пространства на экране. Было бы круто. Так, а костюм-то мне дадут? Здесь, конечно, бегать очень весело, но больно. По 10 же рвет, ну надо же, а что? Окей. Вышел Джезадум с RTX-ом. Будут ли летсплеи? У меня нету карточки на RTX, поэтому, увы, и ах. Откуда здесь столько Hell Knight-ов? Вот что называется, Hell Knight решил зарейдить стрим. Буквально. Странный уровень. Я даже не понимал, какая у него особая прогрессия. Нет, я понимаю, что мне надо идти в желтую дверь, но как будто есть еще куча возможностей в этой жизни, где я еще не был. Вон эти задвигались. На Гозу есть мод Full Screen Hoods. О, ну не знаю, не совсем то, чего хотелось бы. Под Гозу вы же видели, как я играю, тот худ меня устаревает полностью. Ну если есть, то здорово. Вот в нем ванильный статус бар, но без рамок уменьшен. Я, по-моему, видел. Есть еще такая адаптация худа от Нэша. К сожалению, не от Джорджа, но от от Нэша, который сделал Нэш Гор. Вот. Как же туда интересно попасть. Так вот, там на худе есть дополнительные вещи по типу отображения паверапов даже. И встроенный в худ киллкаунтер. Прикольная штука, кстати. Ну не знаю, мне как-то не сильно она к руке прижилась, но вообще выглядит неплохо. Если кому интересно, можно поискать ссылку в паблике эндумер в телеграм-канале. Жесть плутония так себе. Один из десяти оценка у каждой карты. Ну да, ну да, братан. Никому не нравится. Вот прикинь, я говорю, оценивайте карты и просто, просто колы все ставят. просто сплошные колы вот настолько прям людей прям бесит, люди прям не могут терпеть. Ставят единицы. Это что, бароны что ли? Ого, сколько. А, так они еще, о, ого, а ип-то откуда? Ип тут вообще нахрен не нужен. Да не один с подружкой пришел. Прикиньте, ипы, ипы, ипы на самом деле женского пола. У них весь есть дырка, когда они падают. Так, 3 хп это что-то уже не очень хорошо. Все. Прямо как в думе 2016. Помните, мы с бароном убили друг друга? Было, 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 было. Вспоминаем, просыпаемся. Я честно буду ставить на ли, судя по своим ощущениям. Один рейдеров от Эрф 325 присоединили, спасибо. Нифига у Индумера паблик с мемами. Ну конечно, раньше была Зандроссия, но она прекратилась свое существование, превратилась в душный, скучный, какой-то правильный паблик под названием Legacy Z Sanctuary. Там что-то потные, какие-то вещи постят, какие-то ланы, какие-то вообще мутные, непонятные документальные видео. Кому? Зачем? Кто просил? Люди мемов хотят? Подумаю, не подумаю, не только, нет, надо духоты этой наваливать. Хороший был паблик, Зандроссия, но, что за Legacy Z кто придумал? Кому обращаться? Так, тихо. Так, кто по мне продолжает наярить? Где он? Где? Почему я его не вижу? Откуда? А, он снизу был все это время, хорош, хорош, сейчас вообще хорош. Too many barons, too many козлов. Всем привет, с своими подписчиками. И не одна, и у какодемона дырка есть, у какодемон-то точно женского пола? Как он туда вообще попал? Так, а эта штука больше не спустится, что ли? Тихо, 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 опа, мое. Это мне? Те самые мемы. Смотри, не слови, Рокет Джамп Скейр от Кибер. О, после уровня Бенгл Таггера, ты знаешь. Мне кажется, мне уже ничего не страшно. Прикиньте, какой коварный Бенгл Таггер, а? Вы помните, какую он повесил занавеску? Занавеску, которая закрывала задницу Кибера на том месте, это было самое худшее, что я когда-либо в жизни свои видел. Кстати, кто-то тоже обратил на это внимание, то ли клипи, то ли Lady Miss Dragon тоже написали про эту занавеску. Это было нечто, это было, это было просто фантастика. Почему Твич триггерится на слова дырка есть? У Твича ее нет, что ли? Буквально на логотипе Твича как минимум две найдется. Чейн Со Мимс и Оак Пердероне, лучшие паблики. Не слышал, не слышал. Но спасибо за рекламу. Опять я здесь, уйти? Так, кстати, к баронам как-то еще можно и попасть вообще. Единственный не найденный остался секрет. Это был твой самый громкий уор. Да, знаешь, пожалуй, один из, один из так точно. И это было нечто. Это было, это была фантастика. Знаете, самые сильные спуки, это когда ты вообще не ожидаешь, вот прям вообще. Не можешь даже, даже, даже на йоту представить, что такое возможно. И оно случается. Так, что-то я открыл. Так, еще такая страшная вещь случается. Целая ракета от целого кибера, это, это вау. Четвертый секрет, наверное, будет с этим синим шариком, но я не знаю, как в него попасть. Пердероне, да, мне тоже это понравилось. Все мемы в дискорд-сервере Дистрактора, не знаю, какой Дистрактор, опять же. В Индум паблике тоже проскакивают мемы периодами. Синий шарик, телепорт внизу под ним в одном из проходов. Спасибо, дрон, кажется, я вижу. Кажется, я прозрел. Так, кажется, что я не прозрел. Вот он. Супер, спасибо, дрон. Правда, потерял я немало, но ладно, зато нашел. Буду знать теперь. Но, тогда вопрос остается открытым, а как же попасть интересно вон туда? И это не секрет при этом, это просто патроны плазменные. Там тоже невидимый мод. Знаешь, Алвап, я уже не удивлюсь. Пердрон Шенгейтс. Хайдиус Дистрактор Мот Аля Тарков Думи. Не, не знаю. Я не угораю по модам просто, поэтому, поэтому, увы. Дрон обыкновенный, дрон обычный нейтральный, дрон пушистый, дрон Дрониус, Добряк Дрон, Продрищинг Пенс. Это как альтернатива для уровня, который называется процессинге в ТНТ. Вот в Плутоне они должны называться Продрищинги. Да кто где продолжает хрюгать? Я же всех убил. Где? Кто? Вон он. Так я же там был сто раз. Все. Наконец-то тишина. Эндумер спросил у дрона, когда спидмапа 4. Дрон, когда спидмапа 4? Кстати, меня этот вопрос тоже заботит, потому как я на одном из стримов, по-моему, вадов от подписчиков пообещал, что если начнутся 4 спидмапы, то я на спидмаплю на стриме. Так что этот вопрос меня тоже заботит и волнует не в меньшей степени. О, нет! На улице стояла некая погода, получается. Шел пятничный вечер, пятничный стрим с Бароном Антумовым. Пердольский шел по своим рутинным делам, когда решил отправить 666 рублей. Спасибо большое за донат. Спасибо большое за огромный и традиционный донат. Я за два месяца уже настолько отвык от донатов и от того, что вообще, в принципе, такой функционал есть, и кто-то реально этим занимается, кто-то это делает. Это невероятно приятно, это невероятно круто, потому что я-то... Понимаете, ваши донаты не отражают то, что вы внезапно стали меня поддерживать. О, вот как сюда попадать. Или внезапно ваше мнение об Антумове изменилось, оно резко стал в ваших глазах крутым, или что-то из этого? Нет! Я и так прекрасно знаю, что вы здесь сидите не через силу и вполне себе любите каналы, стримы, поэтому такой вот чисто душевный порыв от вас, когда вы это делаете всякий раз делают мне очень приятно. Большое-большое-большое спасибо. Я, правда, очень благодарен. Спасибо огромное. А слово Огр, Огр ведь огромный. Так, ладно. Красный я заходил, в белый вроде не заходил. А, так белый будет тот самый эксид, что ли? Так обманули, вот же телепорт пэд. Правда, он... Окей, они, они могли... Зачем они так сделали? Они могли телепортировать рядом с этим пэдом и дать возможность игроку выйти? Странно. Ну ладно, окей. Единственный уровень во всей плутоне, который... из которого можно выйти именно по нажатию на рубильник. Странно. Very странно. Ставьте ваши оценки, господа. И спасибо тебе еще раз большое, инфернальский. Большое-большое-большое спасибо. Очень признателен. Дрон степной, дрон от армии от армии славиус. На новоотмо в своем роде спидмапы. Ну да. Прикиньте, к 60 начать слышать хруканье демонов, особенно импа. Знаешь, есть такая... Есть такой мод corruption cards, и там есть такая карта, которая периодически дает тебе возможность слушать якобы звуки демонов в голове, хотя самих демонов таких рядом нету. Прикинь, такое выхватить в реале, это страшно, страшное дело. Леонид Канецкий рассказывает про коммунити на Doom Power. Индумер чем занимался, как отдохнул, что посмотрел? На самом деле, я вообще не отдыхал, разумеется. Но должен сказать, что я посмотрел несколько новых мест в Питере, в которых я не был никогда раньше. Например, для тех, кто живет в Петербурге, я очень-очень сильно рекомендую, есть станция метро Адмиралтейская, прямо возле Невского проспекта, возле Дворцовой площади, и вот прямо в этой Адмиралтейской есть очень хорошая вещь. Что-то ныне наставили вы. В общем, там макет Санкт-Петербурга, очень большой, очень крутой, старого Санкт-Петербурга, прямо в торговом центре на Адмиралтейской, очень советую. Чили Силу сидят только фанаты ЗВ. 0-0-0, один за Музон. Ну, Музон тяжело поставить, тяжело принимать оценку за Музон, потому что все-таки Музон не имеет отношения к Айваду, музыку можно оценивать отдельно и всем проставить единицы. Но карта, да, я согласен, согласен, тянет на 0. Для меня это четвертая карта подряд, которая тянет на 0. 0-4 Дрон написал нормально, это единственный был твой комментарий, нормально, и все, привет Домка, привет Домка Хатурк, Интермузик прикольный в Плутонии, признаться, ничего про Плутонию оказывается не помню. Че все поставили нули, ну не нравится, видимо, людям. Противная мапа за начало в центре города вешать. На Ютубе нет стрима, ну как видишь, Goodbye DPI и, соответственно, Владик СС не помогают ничем здесь. Я думал, хрюкань импот звук компьютеров или связанных с проводами, да нет, все же знают, этот ваш диссинер рассказывал о том, то, что все звуки в Думе это звуки животных, ну, по крайней мере, монстров. Тянет на 0-0, согласен. Согласен, ну что ж, будем двигаться дальше. Вот это прикольный будет уровень, Ghost Town. И музон-то какой, а? Какой музон? Так. Брутал Владик оставил, да, так Владик-то, да Владик и сейчас даже запущен, но не помогает ничем. А, Бруто Владик, понял, понял, да. Ладно, идем дальше, пятый уровень называется Ghost Town, призрачный город. Смотрим, пятая карта Плутония, сделал его мило. Этот уровень был портирован также на PSX Doom, мап 27, 27 мап-слот, вы смотрите-ка, а? Интересно, кстати, посмотрите, как интересно выполнена эта карта. За чатом, не знаю, там видно или нет, но прикольно выглядит. И что интересного здесь есть? Да, ничего интересного здесь нет. Ну что ж, поехали играть, поехали смотреть. От себя скажу, что я помню, что эта карта просто хитсканеровый ад, но мне всегда очень нравилось ее исполнение, очень нравилось, как карта сделана. 70 монстров, один секрет. Если вы когда-то играли в ад, который называется 10 секторов, там тоже была подобная карта, тоже очень прикольно выглядела. На 10 мап-слоте, на этом левеле закончил прохождение плутония на кнопочном телефоне. Музон крут, музон вообще крут. Гост Таун, полный хитсканеров. Хайпово. Начинается сразу буквально с хитсканеров и горы трупов Думгаев. Ну еще бы, ну еще бы. Так, сюда не присочится, если ты не спидранер. Ух ты, прикольная работа со светом какая, смотрите. Даже есть здесь что-то подобное. Симпатичный уровень. И, разумеется, как я уже говорил, для эндумера любой уровень выигрывает и круто, если он состоит из текстуры бриков. А здесь брики, вот они. Сразу же, буквально во второй же комнате, поэтому это победа. Это уже единица заранее. Думгаевая гора. Да, тут много хардкора. Хел ееее! О, барон, бароны. Хм, очень странно, почему-то в моей памяти отсюда спускались ревенанты, а не бароны. Я был уверен, что спустятся ревенанты, очень странно. Ну ладно. Старая добрая перводумовская пердумовская заварушка с двумя баронами и шотганом. Когда обратно зашел на стримт? Хайпово! Еее! Вот почему трек говорит то, что первый дум опостылил ему и вообще поднадоел. И об этом же, кстати, говорил Данте, потому что очень тяжело все время стрелять большую часть времени с одного шотгана, особенно шотганить баронов. В этом я, конечно, могу их понять. Все-таки как ни крути, революцион... А, вот они, ревенанты. Окей. Революционным прорывом во втором думе непосредственно, разумеется, было введение двустволки, конечно. Запнулся о столбик, прикиньте. Беда. Так, стоп, я не хотел оттуда выпрыгивать. Индумерская деменция в Плутоне. Ну, не то, чтобы прямо деменция, хотя, как посмотреть, но все-таки да, я думал, что сперва выйдут ревенанты, а баронов я вообще здесь не помнил. Что вообще делают бароны в городе хитсканеров? Что? Какое у них здесь место? Какой у них здесь лор? Слушайте, ну музон реально крут. Прям вау. Вообще не хватает на самом деле старого доброго Славиуса на стримте. Купил, купил его Hell Knight. Забрал у нас с вами Славиуса. Очень жаль, но что поделать? Я уверен, что Славиуса бы этот этот музон бы раскачал не меньше. Хороший Левел, вспомнил. Очень напоминает мне, очень. Надо будет потом запустить как-нибудь десятую мапу 10 секторов мегавады. Вот она прям как будто трибьют вот этой карте. Бароны прявят этим городом, они же бароны. Если есть бароны, то должны быть и виконты, и маркиз, да только нет их. И маркграфы есть только бароны, и рыцари. Да, все-таки в этом городе не одни хитсканеры, всякие здесь есть и пинки в то же время, и манкубай, и какодемоны, все на свете здесь есть. И арахнотрон вот где-то еще под дыристы вы тоже слышу. Вообще, серьезно, довольно уровень такой тоже открытый, отовсюду по тебе бьют. Рыцари вместо виконтов, окей. Вытернете по дефолту, можно по мобам ходить и под тоже база. Эээ, да? Ну, может быть, это потому, что, не знаю, UDMF и все дела. Продажный Славиус. Это Славиус купил своим донатом Хелла. Нет, это Хелл купил Славиус со своей игрой на стриме. Эндумерская Баронция. И почем сейчас нынче Эндумерская Баронция? Пулеметчики просто гуляют по уровню, реально, и просто ходят. Опа, ракета. Рокет Лаундж. Просто ходят и рофлят. Так, вот это я не люблю. Острые вот эти тонкие углы, это всегда неприятно. Смотрите-ка, Даррио допустил такой косяк, упорол такую штуку. Это не UDMF, а просто особенность порта. Отключаться в настройках. Хм, на самом деле я шарился под настройками Тернити, я вообще настраивал порт для того, чтобы на нем играть, но я такой настройки не помню. Ну ладно. О, вон SSG, кстати, лежал. Плазмаган. Может, вы мне имигу еще дадите? Нет, я помню точно, что здесь будет суровая какая-то сложная секция с мастер-майндом и с меня там выбьют наверное все хп-шечку, поэтому я наверное подпридержу пока что эту мигу, брать ее не буду. Продажный хелл. Наша задача побобрать эту гребаную рокету. Тут есть исследование, за него можно простить использование хитсканеров. Ну, исследование да, какое-то да есть. Острые углы смотрятся криво и нелогично в плане дизайна, ну да, вообще ужас просто. Это как у кого-то недавно были тонкие мониторы, помните? То ли у Краса, то ли у Райзинга, я уже не помню, плоские ЖК-мониторы. Сколько же здесь щенканеров. Вот в детстве мне, кстати, впечатляла вот эта лестница из Twitch Impaled Humans, которая ведет прямо во Flash Zones. Прикольная лестница, они реально все твичинг подмахивают ножками в тракт, как будто поддерживают нас в том, что мы на твиче. Хорошее, кстати, место, хороший бой с Аршвайлами, достаточно тяжелый. Музыка такая бандитская прямо. Многие места такие знакомые, вместе с тем, будто первый раз вижу. Я, наверное, Плутонию лет пять не играл. Вот у меня примерно такая же ситуация Джордж Нэш, примерно похожая, с тем, что я реально Плутонию тоже играл меньше всего из всех Айвадов, а у Адов опять тонкие, а нет, не тонкие. Ясно. Меньше всего я играл именно в Плутонию, меньше всего ее всегда любил, поэтому у меня тоже похожий случай. Но самый мем был тогда, когда мы проходили на подобных стримах Doom 2, когда я каким-то образом, каким-то чудом находил секреты, которые видел впервые в жизни своей, хотя Doom 2 это Айвад, который я играл больше всего, наоборот, среди всех других Айвадов, и я там умудрялся находить секреты, реально, секреты, которые в жизни своей не видел. Вот это были какие-то какие-то намного более страшные преддементивные какие-то вещи, преддеменционные что ли. Ну нет, конечно, но в плане того, что откуда это здесь взялось, я же знаю второй Doom, а секретов таких там было немало. Плутония как-то в этом плане попроще дается, потому что я не знаю, въелись, наверное, в память места, на которых ты так часто и так много умираешь. Возможно. Так, ладно. Острые углы смотрятся интересно, будто реально можно напополамиться об них. Слово-то какое, напополамиться, это как об 3 в 1 мится. Можно даже обыграть такое, сделать гиммик, где надо подальше держаться от такого ануса. Окей. Уже тогда авторы Плутонии знали, что эндумер перейдет на твич. Норм, окей, игра. Не знаю, не знаю, честно говорю, не знаю, что происходит. Как твич-то еще может аффектиться, но, я говорю, в неспокойное время живем, я уже ни шму не удивляюсь. Так, вроде все восстановилось, насколько я могу судить. Окей, едем дальше. У этой карты у меня стоит 0,5. Отлично, я пошел, было тяжелой недели, я в говно, удачного марафона помянем на мап-10. Спасибо, дрон, спасибо, что был, спасибо, что заходил. Тяжело, тяжело стало стримить, тяжело стало вообще существовать. контент-мейкером реально стало существовать крайне тяжело. Но мы с вами прервемся. Спасибо, что не уходите, не ливайте, не покидайте, продолжаете смотреть стрим. Потому что очень хочется, чтобы все работало, очень хочется, чтобы все было нормально, но получается, как получается, как видите сами. Эндумер в домике. Вижу одну картинку, пока стрима нет, перезагрузите. Не о контенте надо думать, Эндумер зайдет не по ту же пояс. Я говорил об этом немного раньше. О чем еще думать тогда, если не о контенте, верно? Не так... Что это там? Не так уж и дофига в жизни радостного, особенно в последнее время происходит, что происходит? Происходит, чтобы не думать об этом. Все-таки канал очень сильно подбадривает, очень сильно поддерживает и в первую очередь вы. Друзья мои, так, пора валить. Что там происходит? Что там? Что там? Бешено скролящиеся текстуры. Отчего так? Почему? Странно. Такими темпами реально стримы через слэшки передавать будем? Да не хотелось бы, конечно. Но будем смотреть, что будет дальше. Однажды просто все наиграются и с того будет работать нормально YouTube и Twitch и все на свете будет работать нормально и будем играть, как раньше. Что там за... Что там за проблемы со скроллингом текстур, вы видите? Что за прикол? Чего я умер? Так, он с кем-то им файтится, это отлично. Не наиграются. Ну да, не наиграются в эти все запреты YouTube, в Twitch, остановки скорости и прочего вот этого фуфла. И снова будем нормально стримить. У вас стрим пашет? Должен пахать? Напишите, если нет. Да е-мое, задолбали эти чинганеры. Все, наконец-то я прошел это всратое место. Так, ребята, работает ли у вас? Где-то пропал Doom Watts. Паштет, я тебе говорю, что такое бурзумие. Бурзумие, это когда ты видишь одну и ту же картинку, это колесо крутится снова и снова и снова. Что реально такое? Что это? Почему? Очевидно, что это прикол Eternity Engine. Я не могу понять, почему текстура так педжит. Я тоже не могу понять. Вообще, ноль идей. Нет, очевидно, что прикол Eternity Engine, прикол Source Port, но почему, почему именно эту текстуру, именно этот скролл так ускорило? Это очень странно. Это, это very, very, very странно. А, так я всех уже убил, что ли? Ну вот, а я хранил Мегасферу до конца, до самого последнего. Хотя мог взять ее раньше и не подыхать так глупо от тех чинганеров. Ну что, все норм, ребята, играем. Думботс так и не появился, это странно. Сейчас я проверю еще. Так, Твич пишет мне, что все отлично. Пишет мне, что все отлично, значит все отлично должно быть и у вас. Вот, смотрите, тоже скролл какой-то ускоренный. Что-то не так здесь. Хм, но почему? Не знаю. Ладно, ставьте ваши оценочки. Сколько там было секретов, странно, я думал, что их там вообще не было, оказывается, было, я его не нашел. В ад пиратский, ха. Один секрет был, но прошел он мимо меня. Так, ну что, активные, ребятки, что там у нас по оценкам? Или все, или все уже забили на стрим, смотреть не стали? Кадром скролл привязан у тебя слишком много фпс. Ну почему? На предыдущих уровнях же были скроллящиеся текстуры, и все было с ними нормально. Не знаю, не знаю, в чем причина, не знаю, в чем была проблема. Можно только бинарную оценку. Ну да, один хорошо, ноль плохо, здесь у нас только такой вариант. Все ставят единички. Ну да, на самом деле, это хороший уровень, наверное, первый. Да, точнее, не наверное, а точно. Первый за 5 уровней Плутонии, который мне тоже, так же, как и вам, нравится, я бы тоже поставил ему единицу. Это странно, это странно. Плутония начинается как-то совсем не бодро, как по мне, но, как есть, так есть. Следующий уровень будет называться внезапно Барон Слэйр, я даже забыл, что он так называется. Барон Слэйр, надо же, а с чего, интересно, так расщедрились? Решили Бароном HCU отдельно выделить уровень? Не знаю. За кривые углы непростительно. Это пушка, научились маппить. Ну да, ну да. Так, ну что, посмотрим, что у нас здесь. Шестой уровень называется Барон Слэйр, сделал его Дарио, и этот уровень находится на слоте МАП-28 в PSX Думе. Хорошо. Какие-нибудь интересные фишки нам расскажете? Так, этот уровень использует эффект куклы Вуду, чтобы некоторое оружие магическим образом появлялось в инвентаре игрока в начале уровня. Когда игрок подходит под кубом в виде черепа, лайн-деф этого куба активирует подъемник за пределами экрана, который роняет куклы Вуду для всех четверых игроков. на кучу оружия. Таким образом, куклы Вуду собирают это оружие, и они даются игроку. Но это понятно. В общем, первый уровень Плутония, который использует Вуду Долы. Не уверен, что в всех прочих Айвадах Вуду Долы использовались. Так что, наверное, Плутония первый кто-то сделал. Ну, напомните мне, если в TNT что-то подобное было. В TNT наверняка это было точно в финальном уровне, в 30-м Last Cow, где нужно было наступать на правильный телепорт, и если нет, ты телепортировался, скорее всего, в куклу Вуду и умирал. Так что, так что, Плутония так же, как и TNT это используют. Даррио Казали описывает эту карту как нетематические куски, склеенные вместе в центральный хаб. Значит, идея о каких-то базовых ловушках, какие-то комнаты, короче, одна комната за другой. Он обращал внимание на эстетику между разными частями этой карты и, значит, какой-то балкон с красным ключом, из которого ты видишь дальнюю часть уровня. Несмотря на то, что уровень так называется, в этом уровне нет баронов. Прекрасно. Да почему он называется Барон Слэйр? Это, кстати, очень похоже на уровень из TNT, который был Барон Сдэн, по-моему, в котором тоже, нет, там были вроде бароны, но совсем мало, этот уровень был точно не про баронов. Вот, вот, вот он, Вудудол. Я анимешница Юри Тян, да, правда. Хороший музон. Похоже, что это как будто какая-нибудь металлика или слэр. Ну что ж, погнали. О, я хорошо помню. Короче, Дарьо решил здесь сделать следующую фичу. Решил он просто, как-то, мне кажется, это довольно безидейный трюк в маппинге, когда ты просто берешь, делаешь разные комнаты, разные части секции уровня и просто даешь к ним доступ из одной комнаты и каждая из этих секций доступна по какой-то цветной двери. То есть, ты просто разделяешь уровень на 4 части, вот так вот безидейно. Тут будут вот такие комнаты, тут вот такие будут, тут такие. Это как-то настолько просто, настолько глупо, видимо, Дарьо именно от этого и отталкивался, когда делал свой этот уровень. Что там у вас по по стриму, друзья, не лагает ли у вас? Я вижу то, что какое-то количество вас резко отскочил. Опять лагает, да? Да что ж такое? Странно. Даже твич не дает постримить, это удивительно. Все нормально. Ну окей, пока пусть будет. Ну хорошо. Точнее, плохо. Не люблю, когда какие-то траблы есть со стримами. Если вы помните, и в былые-то времена такое случалось. О! Та самая ловушка, по примеру, мап 07, только это не мап 07, это мап 06. Было бы прикольно, если бы на седьмом мап-слоте что-то подобное бы сделали. Манкубусы, архнотроны и прочее, прочее. Нифига себе, меня прям зажимают, прямо душители сами. Идея в некотором попурри. Попурри для фурри. Привет, стример, привет, чач. Зашел к вам поздравиться. О, это Славиус этот пришел, ясно. Все, даже дочитать. Привет, Славиус. Мы тебя просто недавно вспоминали здесь. Прости, что не могу на стриме быть. Да я понял, я понял, да, ну, конечно, если там реквест, то надо на нем быть. Привет, Халнайту. Зашел на YouTube и испугался, подумал, что что-то случилось, почти сразу стрим закончил, на YouTube нет стрима. Видимо, из-за замедления полагаю. Все верно. На YouTube, увы, постримить не получится. Даже сглубая DPI не выходит. Но, даже невзирая на это, у меня почему-то сейчас и на Twitch периодически случаются какие-то подлаги. Поэтому резко отскочило только что буквально человек 10, не знаю, как и почему. Странно все это. Странно. Ну, рад тебя видеть, Славиус. Спасибо большое, что зашел. Очень-очень рад видеть. Шарой применял фурии эндумера на бочков Хэлла. О, я нашел секрет. Прекрасно. Так, что еще здесь есть? Два телепорта. Каждый из них куда-то ведет. Пойду дальше смотреть у Хэлла на труске анимешку дальше на стримы. Спасибо большое, Славиус. Спасибо тебе большое. Спасибо, что заходил. Так, ну хорошо, кажется, то, что красный ключ я взял, здесь больше делать нечего. Но мазон реально шикарный, конечно. Вообще, это огромное упущение для Плутонии. То, что они забили на то, чтобы делать какую-то кастомную музыку, как это было в TNT. В TNT в этом плане подошли настолько офигенно, вот, многие могут хаять TNT. В TNT вообще, в целом, спорная вата, все такое. Многим может не нравиться, но на самом-то деле, подумайте только, какой большой вклад сделал TNT Evolution тем, что дал нам столько офигенной музыки авторской и крутых скайбоксов. То есть, может быть, в плане маппинга TNT и не такой уж и крутой, хотя я с этим мнением совершенно не согласен, однако, некоторые его высказывают. Мне TNT нравится гораздо больше Плутонии, хотя бы по той причине, что TNT сделан большим числом людей. Больше людей приложило к нему руку, в нем большее разнообразие. В то время, как Плутонию сделало всего два человека. И ведь реально в TNT реально крутые скайбоксы, реально крутой музон. Чего еще может не хватать? Twitch цензурит слово трусики. Ну, вроде у Слависа получилось, потому что он модератор. Так, все, кажется, что у меня закончились... О, нет, у меня есть Рокет, окей. Twitch-то может автоцензурить подобные слова, для всего для этого и нужны модераторы, которые почему-то не хотят работать и добавляют слова в список разрешенных. Куда, кстати, делся интересно DoomWods? И ведь и ухом не моргнул, просто пропал, исчез. Хауп передает привет в ответ и говорит, что одна из занимающих в игре на его стриме Endoomer. Опять за тебя играем, получается. Спасибо. Спасибо. В TNT нет прокачки оружия персонажа. Ну, кстати, да, поэтому не очень. В Плутоне есть прокачка, в Плутоне можно прокачаться до 60-го левела. И также можно юзать предметы, даже можно летать. TNT слишком бедная и в Атмином всего этого, разумеется, нет и быть не может. Так, снова пошли брики. Секция с бриками в любом месте моя самая любимая в любом уровне. мистер 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 хеллнайт передает привет выстрел с ССГ. Вот это, конечно, привет. Вот это я понимаю. Привет-привет. Привет-саганьком. Выстрел с ССГ. Что-то... О! Так у меня даже берсерка вроде нет. Я обычным ударом кулака добью этого рябината. Ну надо же, а? Выстрел с ССГ. В Дум-2 нет фрилука и вырезаны добивания. Так что Дум-1 ван лав. Вырезаны прям добивания. О! Супер. Вот теперь это у меня есть кулак. Это хорошо. Но не было же. Я обычным дефолтным кулаком добью ревенанта. Ммм, показалось, был хом, но хом не было. Так, главное, что я добился, чего я достиг. Кажется, открыл ту огромную дверь. Странноватый уровень, хорошо, что короткий. Вырезаны добивания. Вот это мне больше всего понравилось. Вырезаны, как будто в Думе-1 они реально были. Обидно, что диалоги были убраны. Диалоги, полет, маус-лук, что там еще было, фаталити, наверное. Все это было вырезано. Все это было убрано. За ненадобностью игроки не оценили. Сказали, для 93-го года это слишком слабо, это было уже во всех других играх. Хотим чего-нибудь нового. Фонтан с дамажащей водой. Да, реально, вода реально дамажит. Причем только снизу, наверху почему-то нет. Вот там я стоял, вода меня не дамажила по какой-то причине. Да, тут вода не дамажит. Это так же, как в Map 01 дамажил тот ящик или кубик или что там спускалось. Странно. Там рейды вырезали, за это не прощу. Да, но можно играть в рейд в Shadow Legends. Пошла встроенная реклама, как говорит сыворотка. Так, что, кажется, что это финал. А где кибер-то будет? Разве ли не здесь? В Ultime Underworld. Кто? Меня зажал спектр, а это то, что нужно было этому члену? В Ultime Underworld, что вышло для до Вульфа 3D. Мне так веселят эти названия, к слову, Вульф 3D, Duke Nukem 3D. Как будто они реально давали прямо полноценное 3D. Сейчас придут The Swish и со мной поспорят. Кстати, куда делся The Swish? Опять куда-то убежал? И, кстати, кстати, опять же, вот мы сейчас с вами играем в Плутонию, наконец-то. Многие говорят, то, что многие вообще бесятся с того, что якобы Плутония это это про пулеметчиков, это рай пулеметчиков и все такое. Но почему-то люди забывают реально о том, что в TNT пулеметчиков было несравненно больше. даже вспомню тот предстопамятный мап 09, который Stronghold, на котором пулеметчиков, наверное, больше, чем во всей Плутонии вместе взятой. Ну, Duke 3D был реально третьей игрой в серии, но третий-то да, но он же не был прям полноценным, натуральным, настоящим 3D. А то, что третья игра в серии, это понятно. Тут ли будет кибер или нет? Что-то вот я путаю. Не всегда казалось, что да, но как будто нет. Кибер, ты где выходи? Да, точно, кибер тут. Окей, память не подвела меня. Никакой деменции не будет, нет, сэр. Почему небо? Может, иду мне 3D? Ой, я в этих спорах не участвую. На это есть Death Wish. Я в этих спорах не участвую по той причине, что я не сильно сведусь технологии, но насчет Дума я точно уверен. Дум, ох, вот это я поймал. Дум ведь никогда не был 3D, Дум был 2,5D, так называемым, верно? Нет, кстати, Джордж, знаешь, был неправ. Я только что попытался пробежать над головой у Ревенанта и у меня это не получилось. Либо у меня это просто выключено скорее. Джордж, я что прав. Дюк ближе всего к 3D среди думоподобных. Ну, хорошо, окей, а что такого может быть в Дюке, чтобы делало его больше 3D-шным, чем, скажем, Херетик или Хексен? там тоже можно летать. Я бы сказал, любовь к союзу Арча и Чейна. В Плутоне они расставлены грамотнее. Грамотнее в смысле, с точки зрения идеальной расстановки, где те, постоянно рвут задницу, это да. Это точно. Нюк диким D3. Он тоже плоский, но иллюзия третьего измерения там офигенная. Пол под потолком, над потолком. Трехмерный дум и дюк тоже. Движки у них трехмерные, объекты могут перемещаться по всем осям. В дюке есть комната над комнатой, в квейке тоже есть. Все остальное ограничение. Смотря о чем мы опять же говорим. То есть уверены ли вы, уважаемый Хесус Де Пейн, то, что мы говорим с вами о ванильном думе? Если мы берем в расчет Джезедум и прочие подобные производные задумовские, то может быть. ванильный дум ну уж точно не был трехмерным. В дюке есть комната над комнатой как в UDMF. Да, это я знаю. опять же квейк. По-моему, первый квейк кстати вышел раньше, чем Duke Nukem 3D, если я не ошибаюсь. и в квейке первом тоже есть UDMF фичи. Ну, не все, но именные по типу вертикального перемещения и сектора над сектором. Квейк был полигональным, Duke нет, поэтому комната над комнатой в Duke круче, но в этом плане да. Так, ну что, это был шестой уровень Baron Slayer. Ставьте ваши оценочки, господа. Неплохой вообще-то уровень, кстати. Технически все думообразные 2D-игры с видом сверху, а потом докручен как бы 3D. Ну вот то-то и оно, что как бы 3D. Оно так и называется псевдо-3D, то есть 2,5D. В этом-то и суть. То, что в Думе нельзя над актерами прилететь, ограничение для сохранности компов. Проджектайлы могут прилетать над игроком, а летающие демоны учитывают высоту полуэффа потолков. Ох уж эти эксперты с их иллюзиями. Что вы лениво стали ставить оценочки в последнее время? Вообще забили на это дело. Вака считается первой 3D-игрой. Первая 3D-игра Эвер. Здорово, Петян. 12,55,48,74, 12,15,8. Это 1 или 0? У нас тут двоичная система счисления, поэтому, увы, засчитываю. У тебя там нет нолей, значит, по большинству засчитаем это как единицу. Да не, на самом деле, реально неплохо вырвен, думаю, заслуживает единичка. Эта карта Сбера? Какая? Вот это? Баран Слеер? Тем временем у Ultima Underworld 92-го года Ех Нормиса. Ладно, идем дальше. Вы проглотили дымящийся каркас стража. С его смертью вы, в общем, нажали какой-то акселератор и выхватили его из вонючих лап ада. Вы расслабляетесь и смотрите вокруг комнаты. Черт! Здесь должен быть как минимум один рабочий прототип. Но вы его не видите. Демоны, скорее всего, его забрали. Вы должны найти прототип или все ваши страдания. Я не успел прочитать. Зачем убирать? Вот зачем так делать? Зачем убирать, а? Это же несправедливо. О, пришел десвиш, ну все, готовьте ваши задницы. Сейчас будут битами. Так, да емае, да что ж такое, а? Верните. Так, вы должны найти прототип, иначе все ваши страдания будут напрасны. Продолжайте двигаться, продолжайте сражаться, продолжайте убивать, и да, продолжайте жить. Окей. О, это плохой уровень. Код ярд, окей. Это мой телефон домашний, звоните мушке. Дисон первый тоже был 3D за год до квейк, и NFS первый 94-го года для 3DO за 2 года до квейк. Отойду пока на переверну. Окей, в Ultimate 3D модели были, это бы редко помню. Хорошо. Так, ладно, предыдущем уровне вы наставили единичек, окей, и будем двигаться дальше, следующий у нас будет map 07. И это действительно map 07, кстати, достаточно жесткий и злой. Давайте смотреть, что он у себя будет являть. Map 07 называется Кот Ярд, какой-то, значит, двор, на котором нас поймали, похитили. Сделал его опять Дарио. Интересно, что на сложности Hurt Me Plenty и выше это первая карта в Плутонии, на которой есть зомби-мены. Прикиньте. Вот это интересная инфа. Неужели, а я, кстати, даже об этом не подумал. Неужели в предыдущих 6 уровнях не было ни одного зомби-мена, лол? Это странно. Это вери-вери странно. И почему тогда именно на высоких уровнях сложности здесь впервые зомби-мен появляется? Прикол. Что еще здесь есть? Ничего больше нет. Но, в любом случае, достаточно интересная информация. Почему интересно так обошлись именно с зомби-менами? Это странно. Добро пожаловать в очкодранск. Я вернулся. Что-то я редко пишу. Пиши-пиши. Кто поспорит два с половиной до эксперта иллюзиониста про ульти мы слыхом не слыхивали? Были, насколько помню, но там они не текстурированы, а просто зашкваривались. Ладно, поехали, седьмой уровень. Кот, я в 34 монстра, один секрет, надо двигаться быстро, надо двигаться решительно, потому что этот чинганер меня просто здесь задолбает. но почему? Почему не было зомби-менов? Это очень-очень странно. Что такого сделал зомби-мен братцем Даррио и Мило, что они его не добавляли? Это, это удивительно. Еще бы они затекстурены были, в Ульфе здесь по области текстур. А по-моему, потолок тоже, разве нет? Откуда? Death from above! Интересно то, что вот эти самые зомби-мены так аккуратно подристывают сверху и таки наносят ведь урон. Гады. Вообще, уровень довольно забористый, если играть на тракторном управлении так особенно? О нет, меня вернули обратно, чего я не хотел? Где он? Бьет меня сверху! Вот это несправедливо, кстати. Нет, туда мне подниматься ни в коем случае нельзя. Я вспоминаю не текстурированное киберпространство из первой систем шока. System Shock тоже хорошая вещь. Опять же, Death Wish может пояснить нехило про него. Да, интересно, вариация мап 07, подумайте, только здесь, именно в этой мап 07 решили предоставить нам возможность узнать, что будет, если будут не только стандартные манкубуса с арахнотронами, но еще и ревенанты, прикиньте, еще и ревенанты. Как будто манкубуса с арахнотронами одних было мало. Опа, вот это да! Как же неудобно здесь сражаться, просто беда. Кармак об этом всем знал, как бы, цель его была сделать так, чтобы Вульф выдавал больше скорости, чем Ультима. В целом, так оно и было. Да, Кармак стопудово обо всем знал. О чем Кармак вообще мог не знать? Кармак молодой, горячий, жесткий, находящийся в нереальной зоне, программист, который знал и свои игры, и которые он разрабатывает игры, и игры всех своих конкурентов. И как они работают, на чем они сделаны. Кармак предусловно был лучшим. Конечно, он обо всем знал, конечно, он обо всем этом догадывался. Кармак даже знал, что Индумер станет стримить на Твиче. Ха! Может быть, может быть. На самом деле, досадно. Разумеется, досадно. Печально это все, друзья мои, потому что... Ты куда? Конечно же, мне не пристало уходить с Ютуба. Ну, точнее, я и не собирался с него уходить, я с него не ухожу, ролики по-прежнему будут выходить. Точно так же, как они выходят на Ютубе. Но стримить на Ютубе мне тоже очень хотелось бы, и это очень удобно для меня. Но, увы, ях. Будем ждать. Какой странный прикол с этим Арчвалом, а? Или их там двое? Нет, он один. Как он умудряется телепортироваться и при телепортации не сбивать свою атаку? То есть, он телепортировался и после этого докастил. Это интересно. Что там за дырка в стене за Арчом? Где? Это Айнос. Не вижу, какая именно дырка вас заинтересовала. Не знаю. Так, тут, по-моему, надо то ли допрыгивать, то ли что-то нажимать. А, у меня уже появился желтый ключ, окей. Окей, 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 идем дальше. А, почему халлайт появился так резко? Закинули прямо буквально под ногу. Даже вот тут микро тень не забыли добавить, смотрите-ка. Прикольно. Не, вообще прикольный уровень и лаяут уровня прикольный и сам по себе прикольно сделан. Вообще, к этому уровню не прикопаться. Хороший такой тейк на мап 0.7. Интересно, довольно. Ну и благо, уровень довольно короткий. Так, что там была за дырка, которую ты разглядел сывороткой? Что-то я не обратил внимания. Ну, точнее, не увидел попросту ее. Загнал бедного арахнотрона на край, чтобы он не мог даже перемещаться. Что там, снова стрим, что ли, упал или... Оу, щет. Так, ребятки, работает ли у вас стрим? Что, не работает опять, что ли? Да что ж такое? А, в эту дырку влезь пытался? Все, я понял, я понял. Работает. Да, парит меня, конечно, это дело. Но ничего не попишешь, приходится пока что с этим мириться. Эр, вернулся на время, флэт аут тестил. Круто, круто. А у нас тут уже, тем не менее, мап 0.7 подходит к концу. Так, а где, интересно, не доубивал остальных монстров? Целых 4 штуки? А, вот они. И это и будет, наверное, секретом. Жалко, что так тупо получилось. Забайтил чат на актив. Да нет, нет, конечно. Смысл, у меня нету бати чат на актив, просто со всеми этими треволнениями по поводу того, работает стрим, не работает, отвалился он или нет. Вот, кстати, интересно, что в Eternity Engine тебе не пишут на весь экран о том, что ты нашел секрет. Заметили? Я слышу вот этот звук, но это не написано. Это, наверное, единственный Суэр Спорт, не считая какого-нибудь чоколы Дума, который не пишет о том, что секрет ты нашел. Это странно. Рели-рели странно. Ну что, как вам этот уровень, ребятки? Как вам он понравился? Тишина в чате, равно стрим отвалился. Да, Алват. Вот видишь, какие времена, такая и паранойя. Сообщение, сообщение, секрет. Но этого мало, этого мало. За тень, за ту, за маленькую тень. Да, хороший уровень, согласен. Да, вот так вот, к сожалению, складываются времена, то, что постоянно кажется, что что-то опять пошло не так. Стрим пропал или что-нибудь еще подобное, типа этого. Ладно, согласен, единишку можно этому уровню поставить. Следующий уровень будет Реалм. Знакомая Медюха, кстати, в последнее время ее довольно часто юзают. Даже, пожалуй, слишком знакомая. Так, и та, и что у нас? Восьмой уровень, Реалм. Окей, смотрим. Что у нас интересного здесь будет сказано? Восьмой уровень Плутоний Эксперимент, сделал его Дарья, указали. И используют трек The Demons from Adrian's Pires. Ладно, что интересного здесь есть? Ничего интересного здесь нет. Просто уровень, уровень как уровень. Кушайте, играйте. Хорошо, так и поступим. Let's go. Уровень, кстати, начинается практически так же, как Map02, на мой взгляд. Опять вот эта вода, опять все зеленое вокруг, опять все спускается. Интересно, что под водой было целое здание. Мало всего логично это. Кстати, заметьте, там есть проем, там реально есть дырка, в которой стекает вода. Я впервые, кстати, в жизни это заметил. Это вроде такой маленький и ненужный тейк, но тем не менее он есть. И да, я напоминаю то, что в первом и втором думе нету анимированной текстуры, не флэта, а именно текстуры, текущей воды. Она появилась только в Плутоне и на Map02. И поэтому, если вы хотите вставлять ее в свои воды, приходится ее выдирать. Здание под водой утопия! Ну типа того, не, ну просто реально странно. Это просто здание. Реалм! Почему оно под водой-то? Кармаку нужна была скорость. Надо бы мне ложиться спать. Спасибо тебе, новый псевдоним, что был. Отдыхай, выздоравливай, не болей. Я понимаю, каково это, давай поправляйся. Спасибо за пожелание хорошего стрима. Плутопия. На самом деле, знаете, сколько уже, да вы лучше меня, наверное, знаете, сколько появилось разновидностей всех этих плутоний. Всякие плутопии, дистопии, плутонии 2, плутонии ревизит комьюнити прожекты, и 2, сколько всего оно появлялось. Сидонии, всякие, короче, людям вот плутония реально покоя не дает. Всяких реимагинейшнов именно ТНТ намного меньше, реимагинейшн в плутонии. В плутонии их прям очень много, прям навалом. А теперь я понял, для чего нужна была та дырка в полу для слива воды. Это типа с нами играют как с дурачками, ну не с дурачками, дают нам типа 3D пространство, что вот мы были наверху, теперь по внизу та самая вода стекает теперь сюда. Понятно, трюк простой, но эффективный. Этот набор должен был быть, должен быть в CC4. Он определенно там есть, но опять же, если ты не собираешься пользоваться этим текстурпаком, а тебе нужно вытащить ох, эти анимированные текстуры, причем такие базовые, как текущая вода, вообще удивительно, почему во втором думе не было текстуры текущей воды, это так странно. Есть кровота, есть, по-моему, кислота, да даже слайм, по-моему, есть, коричневый, который, а вот воды нету, базовой воды. это удивительно, пулеметчик там вообще не останавливаясь, по кому-то работает, кого он там так бьет. Так, аптечку бы мне. Жду Плутонию со звуками не выпущенной спидмапа Николанчика. А, ах, Гуфи в ад. Хорошие, кстати, звуки были, вообще хорошая карта, но дрон слишком потный, слишком серьезный. Не допустил такую мапу, а жаль, а жаль, потому что под лежащий дум вода не течет. Точнее, не скажешь. Плутония Пенни Саундс Эдишн. Нет, ну реально, вы видели, сколько всяких вариаций Плутонии навыпускали и продолжают выпускать? Там же, по-моему, все еще пилится Плутония 3, если я правильно помню. Надо будет спросить у дрона, когда Плутония 4. Нет, музыка реально кайфовая в этом мидипаке. И уж точно, чего Плутонии не хватало, хотя все еще мне кажется, что медюхи ТНТшные лучше. Медюхи ТНТшные вообще лучше всего. Есть такая категория на на Дум Ворлде или на Дум Вике, называется Дуд и Тернел вроде бы, и там они в общем составляют топ самой круто авторской музыки из мегаладов. Так вот, ТНТ там на постой находится на первом месте. Просто прописано там. Музыка из ТНТ неспроста на самом-то деле. Дрон ее не выпустил еще, потому что она не ВАД, а ПК-3 фейлик. Так, значит, Плутония 3 будет под UDMF. Я правильно понимаю ваш полет мысли? Вот это какой-то вообще человый расслабленный уровень по сравнению с предыдущими. Как будто Даррио немножко устал. Так, что еще? Прикольно, что я называю Мило, как Мило, хотя на самом деле его имя, наверное, читается, я предполагаю, не знаю, кто он там, итальянец, американец, голландец, кем-мон-нибо, его имя вообще читается как Майло, а я его все Мило да Мило. Узнал бы он об этом, наверное, было бы ему не Мило. Ничего себе, сколько ревинантов сразу высыпало. Мы все еще здесь, стрим в порядке. Утешает Алва. На самом деле, спасибо. Большое спасибо, потому что, ну, паранойя присутствует. Ну, не то чтобы паранойя, скорее тревожность, опасение. Дилдо и Марио. Кем хуже быть, Дилдо или Марио? Надо спросить у Хелл Найта. Где тут была вроде аптечка? А, нет, это были патроны, окей. А ты уже близок к окончанию первого эпизода. Этот мем настолько старый, что я удивлен, что, во-первых, ты до сих пор о нем помнишь, но это круто, это, это, это Дилдо. А, во-вторых, я уже даже забыл, какого первого эпизода-то? И первого эпизода чего? В какую игру мы играли? Или какой, какой в ад? Очень жалко и обидно, что ушел Джордж Нэш. Вот это прям удар в сердце. Думботс тоже. Не выдержали, ребята, лагов стрима. Эх, самые стойкие остаются до конца. Самые стойкие. Разумеется, нельзя не вспомнить те самые чудовищные стримы по прохождению мастера уровня Тарас Набат и Копьем Мира. Интересно, сяду ли я когда-нибудь еще в них играть? Мне кажется, что нет. Спектров реальных, кстати, не видно. Но мне бы хотелось, хотелось бы, хотелось бы что-то еще попробовать сделать с этими мастер-левелами. Заработать там какие-то, какие-то достижения. Да и вообще, откровенно говоря, не терпится поиграть в Eternal. Не знаю, насколько вы соскучились по Eternal, особенно по его стримам, но должен сказать, что они будут довольно скоро и реально не терпятся. Вот в Eternal почему-то прям очень хочется поиграть. И Eternal такая странная игра в этом плане. вот если кто помнит, когда стримов по Eternal было особо много, когда мы прям плотно в него с вами играли, я говорил, что Eternal даже немного уже задолбал в том плане, что, ну, прям тяжело в него играть постоянно. тяжело. Так вот, и это работает и в обратную сторону в том плане, что когда ты долго в него не играешь, в него хочется играть. Несмотря на то, что он как бы тебя задолбал во время постоянной игры в него. Плохое какое место? Есть ли у меня что-нибудь? Да, у меня есть плазма, окей. Как же ее рвут, а? Особенно учесть, что бронки-то нифига еще нет. Вот это место, наверное, просто от спидраннера. Так. Что-то, кстати, в этом треке есть как будто косвенно из мелодии Грандбери зомби, которая после тех уровней из One Monster кажется мне мерещится повсюду. Вот этот зал вообще не помню. Вот как Джордж Нэш сегодня говорил, то что много каких-то локаций в здешних уровнях, которые вспоминаются точечно. Тоже у меня случается такое, то что я захожу в очередной зал и я думаю, что... А точно ли было это? О! Классическая штука. Имплементированная даже здесь в Eternity Engine Lost Soil, которые появляются за стенкой, сквозь стенки, в Eternity Engine тоже присутствует. Вообще, Eternity Engine в этом плане интересный, Sourceport. Реально интересный. Несмотря на то, что он кушает MBF-21 и все такое, он умудряется быть еще и достаточно около ванильным по-своему. И тип рендера здесь тоже как-то отличается. Не знаю, в DSD и рендер... Вот я тоже говорил уже об этом. DSD Doom какой-то деревянный рендер предлагает, от которого просто уже и глаза, и руки, и мозг, и все на свете устало. Интересно, зачем здесь валяются вот эти вот амплы по одному хп? Если кислота жрет аж по 10, это издевательство какое-то. Как ты не сдох с двух прямых выстрелов с СССР? Это не честно? Да, странная штука. Вот этот уровень я вообще практически не помню из Плутонии. Как-то я что-то куда не пойду все время как будто куда что-то новое. Так, ну это еще не выход будет очевидно. Кажется, что мне еще где-то что-то нужно нажать. Ампулы за мануха. Привет. Так, мне валить отсюда надо. А у меня есть что-нибудь, с чего можно нормально пострелять? А почему с той стороны никто не появляется интересно? Надо было, наверное, пересечь еще какой-то лайн-деф, который я еще не пересек. Да, очевидно то, что двумя лайн-дефами это активируется. Было бы прикольно, если бы ArchVal забросил меня прямо в Exit. Фак. Не соизволите ли мне ответить кем-нибудь хуже? Таки кем? Так, что это все. Да, кажется, что это реально все. Секреты, как обычно, не нашел, но ничего страшного. Ну что, это был Реал. Ставьте вашу оценочку, господа. Десять минут ровно на него ушло. Один. Ну да, согласен, неплохой довольно уровень. Довольно неплохой. Пятничный вечер с Бароном Андумовым. Все, Аллат остался один, и он пишет один, у него даже в нике есть один. Это как будто символизирует то, что стример разом отвалился у всех остальных. Лениво, короче, стали оценивать. Ладно, видимо, насмотрелись ребята стрима на сегодня, либо разом все резко куда-то ушли. Не знаю, в чем проблема, в чем причина конкретно того, что на Твиче тоже периодически происходят дропы, буду с этим разбираться тоже. В любом случае, стрим сегодня был таким, больше тестовым, потому что два месяца все-таки не стримил, немножечко непривычно и все такое. И, интересно, я предполагал, знаете, я предполагал, что что-то будет не так с Ютубом, предполагал, что Goodbye DPI не поможет, предполагал, что будут какие-то проблемы, так оно на самом деле это и случилось. Ну, по крайней мере, я понял, что теперь даже пока пытаться не следует, не стоит, поэтому я сразу говорю, следующие стримы каждую пятницу я сразу буду стартовать на Твиче, поэтому сразу приходите сюда. Не знаю, на самом деле, что можно сделать с тем, чтобы не дропал Твич, что там с ним были за лаги, что были за проблемы, не знаю, может быть, это потому, что как раз я не отрубил Goodbye DPI в один момент, не знаю, попробую поставить еще пониже чуть-чуть битрейт и должно, по идее, все быть плавно, все быть гладко, вот, сегодня получился вот такой вот стрим, 8 уровней мы прошли, думаю, пока что достаточно, хотя бы стрим подрубил уже хорошо, согласен, на лава, потому что я сам скучал по стримам неимоверно, кстати, большой будет уровень, нифига себе, 168 монстров, но это мы оставим уже на следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok